Друзья, я позволю себе, если нет таких вот вопросов в продолжение темы, посмотреть на проблему Израиля и Палестины. Алан, дай какую-то оценку, сам вводную предложи и развивайся. Друзья мои, в отношении Израиля и Ирана, для того, чтобы это вообще понимать, нужно понимать, кто там с кем воюет, противостояние среди кого идет. Вот как мы уже выше говорили, что в обществе есть разные слои, есть воины, кшатрии, витязи по-русски, есть там труженики, вайши по-индийски, по-русски труженики, по-остински, бората, а есть жрецы, у них там эти брахманы называют, на Руси волхвы назывались, там в Европе жрецы, у нас аллагата, ну не важно, они как-то называются, это вот слой общества определенный. И это духовенство, эти жрецы управляют в этих государствах, Израиль и Иран. Духовенство, поэтому и в Ватикане, кстати, тоже, это называется теократии, то есть там, где управляет духовенство. И нужно понять, а что это одно духовенство хочет против того другого духовенства. А для этого нужно повернуться в тексты, на которые всегда опирается духовенство и которые несет. В них есть пророчества определенные. И знания. Что в этих знаниях и пророчествах говорится? Что каждый тысячу лет на стыке эпох, а то или две тысячи, когда переходят циклы какие? Астрономические. То есть закончилась эпоха рыб космической, мы из созвездия рыб влетели в созвездия водолей. Это новая эпоха. В эту новую эпоху всегда появляются при загрузке новой эпохи, как новые правила игры, новые морально-этические нормы, новое что-то, новая загрузка матрицы. То есть появляются новые пророки. То есть человек, который принес новые правила игры, сказал, пацаны, папа сказал, Отец Небесный имеется в виду, что надо, чтобы хорошо, чтобы вы жили, вот надо так, вот так, и так, и так. Две тысячи лет назад это сделал Иисус Христос. Это он сделал в рамках иудаизма. То есть он пришел к иудеям, он сам был иудеем, он просто некую реформацию в иудаизме совершил. Если вот на тот момент историю понимать, христианства еще не было. Это вот есть иудаизм, раввины и вот эта вся история. Они посчитали, что он Машах, потом они, то есть царь иудейский. У них по пророчествам есть, что рано или поздно на землю придет Машах, это царь иудейский, и они будут править всем миром. И что типа вот это Машах. Потом они в нем разочаровались, поняли, что не Машах и вот распяли. Но как иудаизм, так вот этот вот, как сказать, импульс этот, христианства, он выстраивал две тысячи лет цивилизацию. Так или иначе мы живем в каких-то христианских, ветхозаветных иудейских, христианских, а потом исламских ценностях, но все это вот единые аврамические религии. Это вот такая семья аврамических народов. И вот считается, что вот эти две тысячи лет прошли. И теперь система должна перезагрузиться. У них есть пророчество по этому поводу. И в исламе написано, что придет сначала антихрист, Джаляль, ну вот как Джаляль, по-моему, называется, и его потом убьет скрытый имам Махди. Это вот такое вот персы, шииты, мусульмане в это дело верят. Иудеи во что верят? Иудеи верят в то, что придет Машаах, посланник Творца, и он станет царем иудейским. И после того, как он станет царем иудейским, будет тысячелетняя суббота, то есть Всемирный Израиль. То есть они управляют миром. Всемирный Израиль. У этих будет всемирный халифат, в случае победы Махди, у этих будет Всемирный Израиль. То есть тысячелетняя суббота, они это называют. Эта же история прописана в Новом Завете, в Апокалипсии Иоанна Богослова, когда вот приходит Антихрист, потому что в христианской эсхатологии, в исламской, вот этот Машах, это Антихрист. То есть заложена программа на столкновение, уже тогда была, тысячелетия назад, уже заранее заложили ее, чтобы они друг другом, короче, воевали. Я так подозреваю, мое субъективное мнение. Что придет Иисус Христос, будет второе пришествие Иисуса, и этот Иисус победит через три с половиной года вот этого Машаха, и вот, соответственно, будет потом тысячелетнее Царство Христово. То есть каждый обозначает цифру в тысячу лет, что на тысячу лет будет править вот какой-то народ, которому пророк принесет свою программу, понимаете? Извините секундочку, у меня просто, я извиняюсь, я перебью, вы потом продолжите, у меня просто на самом деле времени мало, я хочу задать последний вопрос и попрощаться. Вот, а последний вопрос, он будет интересный опять же. То есть мы ждем чего-то от этой элиты, мы делаем что-то вопреки этой элите? Вот какое мнение на этот счет? Вот я могу только за себя отвечать, я такое, что такое мы не понимаю. Вот я живу, борюсь как могу, понимаю, что вся моя жизнь это танец со смертью на острие ножа, вот просто поверьте, вот Алан это хорошо знает. Я по этому лезвию бритвы хожу, я уже за эти годы научился на нем балансировать и понимать, что надо говорить, что не надо говорить, понимаете, где как бы, когда ты с умными людьми разговариваешь, не так все понимают, а которые не понимают, тема не надо, либо это провокатор, либо еще что-то. Вот и все. Понимаете, как бы... Все, я понял, я понял, мне объяснять здесь, раз не надо. Спасибо большое. А теперь возвращаемся к пророчествам, друзья мои. И вот в прошлом веке никто же не знает, где этот стык эпох, как считать туда-сюда. Посчитали, что тогда, сто лет назад, евреи принимали очень активное участие в коммунистическом движении, во всех этих историях. Ну, как бы, да, вы все эту историю знаете. Там Коминтерн создавали и все прочее, потому что они считали, что это будет инструмент, с помощью которого это все сделают. Потом, когда вот это Сталин обыграл, там, все это случилось, делали выводы. Какие выводы? Что не было какого-то некого фактора важного. Они посчитали, что не было важного фактора в строительстве этого самого третьего храма. В чем проблема третьего храма? Что это пророчество, которое есть у евреев, что Машаах придет, и именно он должен получить власть, то есть быть помазан на власть, как царь. Ему корону одевают и ритуал проводят. В определенном храме, этот храм называется храм Соломона. Этот храм Соломона был разрушен во время римских завоеваний Иудеи. Второй раз. Первый раз он в Древней Иудее был разрушен, потом его воссоздали, потом его опять разрушили. И по преданиям иудейским в Торе или Ветхом Завете, что вот третий храм должен быть вот этот воссоздан. И это пророчество, естественно, знал, как бы, руководитель, как султан он тогда был, Османской империи, Хаттаб. И он построил в этом мечене мечеть, назвал ее Алякса. И сказал, мусульмане всего мира, косми ляжьте, не дайте ее снести. Потому что как только ее снесут, там евреи построят свой третий храм, приведут этого Машааха, и вы будете тысячу лет у них рабами. И вот, соответственно, там они вот это поселились, и, как сказать, оберегают эту Аляксу, как зеницу ока, потому что одна из трех великих святынь Ислама, она считается из-за этого. Потому что вот там место, как бы, они портал охраняют, через который должен прийти Машаах. Проще вам скажу. Поставили на портале свою этот мечеть, и портал не пускают, чтобы его открыли. Они пытались подрыть, под землей этот построить этот храм. Как бы в интернете все это было, но это все не работает. Кого, говорит, вы хотите обмануть, ребята? Сделайте как положено. Что значит сделать как положено? Они все это дело прикинули. Они поняли, сколько людей живет на Ближнем Востоке мусульман. Много. Все их противоречия уйдут, как бы, далеко, когда пойдут такие высокие ставки. Соответственно, что нам нужно? Вот вы сами подумайте, вот вы сионисты, у вас есть идея. В этой идее живете тысячелетия. Это не просто там какая-то там фантазия. Это смысл вашего существования на протяжении столетий, тысячелетий. И вот у вас есть план созрел там. Вам нужно там сделать, чтобы у вас там было много военных ваших. Чтобы у вас там было много ваших людей. Чтобы, а, вы могли этот быстро построить храм. Вам нужно очень там много рабочих, строителей и всего прочего. И много военных, которые смогут отбиваться от этой храмовой горы в течение всего того времени, пока вы этот храм снесете один, построите другой. И потом, как бы, проведете там свой ритуал. Это время же все надо. Все просчитано. Сколько времени надо, сколько чего там. Плюс прикинуто. Плюс вам нужны спецслужбы, которые смогут этот исламский мир коррумпировать за это время, пока вот мы будем готовиться. Они коррумпируют одних лидеров, других подкупят, третьим дадут возможность и не всю торговать там, понимаете, там, чтобы они погрязли в роскоши и в золоте, и отойдут. Третьим, другим там территории каких-то помогут дать. Они интегрировались в мировое сообщество, финансовую систему, везде. Ты понимаешь, люди мыслят категориями какими. Потому что они верят в пророчества. Потому что, мне скажут, жрецы фанатики, те, которые ни во что не верят, они ничего не двигают. Они просто вот, просто вот, просто живут. Понимаете, коптят воздух, так сказать. А те, которые идейные, они что-то двигают. Это идейные. И в 47-м году, после вот всех Второй мировой войны, страны большой тройки, победившие тогда, решили позволить евреям создать свое государство в палестинской автономии. Маленькое они там просили, ничего нам не надо, нас в печках жгли, столько-то миллионов убили, ничего не просим, дайте нам чуть-чуть, вот там просто, тогда там британский протекторат был, говорит, ну поселите нас там, вот мы хотим там, рядом со своей храмовой горой, просто молиться, ничего больше не хотим. Даже карты вот есть, как бы они там расселялись. Они там поселились, очень мало. Постепенно с 47-го года, как вы видите, они всю территорию заняли. Теперь осталась одна проблема. Они не могут пойти в наступление на храмовую гору, вы же как военные, понимаете, вы же не можете в Талу оставлять противника. Если вы посмотрите карту, просто вот вы карту возьмите, как военными глазами посмотрите, вам нужна храмовая гора, вам нужно вокруг нее сделать такую защиту, чтобы там можно было снести одну мечеть и построить как бы другой храм. В это самое время вы понимаете, что на вас будут нападать со всех сторон, система ПВО, отбиваться от ракет, ну от всего короче там, от потенциальных угроз, так скажем, нивелировать их на стадии замысла. Соответствующие созданы были силовые структуры, армия, спецслужбы, масса там и все-все-все, все под одну задачу. Понимаете? Как люди стратегические мысли, так как они воплощают в жизнь свои идеи. И теперь как бы они решили воплотить именно вот сейчас эту задачу в жизнь. Почему мы можем сделать такие выводы? Потому что есть еще косвенные признаки этого обряда, который должен состояться для прихода. Там очень много таких признаков. Там у них был признак, что в Мертвом море должна появиться жизнь. Есть три признака. Первое, что рухнет дуб Авраама, он рухнул от ветра пару лет назад. В Мертвом море появилась жизнь, там какая-то, ну она же соленая, там нету жизни, там какая-то вот бактерия появилась, короче, ну жизнь появилась в Мертвом море. И третье, они должны найти, родиться должна красная корова. Потому что для обряда нужна будет красная корова без одного седового волоса, без одного пятна и ее принесут в жертву. Для того, чтобы этот портал открыть. Почему красная корова, не знаю, вот у них так написано. Они привезли теперь пять красных телок, потому что это не коровы еще, не телки, они эти, девушками должны быть, короче, не знать этих быков, поэтому вот телки. Телки, которым еще, им нету еще, и должны быть этой телке три года, то есть, когда исполнится три года, и можно приносить жертву. Для обряда трехлетки идут. Вот у нас тоже годовые трехлетки, семилетки, вот у них трехлетка нужна. Корова для этого обряда красная. Пять штук привезли они, весь Израиль радовался, по телевизору показывали, выступал этот, как его, ихний, Биби, Биби, Нетаньяху, Биби они его зовут, Биби выступал Нетаньяху, сказал, соответственно, вот коровы уже тоже есть, их показывают в телевизоре, говорят, что специально у них создали институт целый, где подготовили будущих жрецов этого храма. Там они должны родиться дома, они должны когда ходить на кладбище, они должны там не женщинами, неолетом, ну вот там дофига условий есть, чистый быть абсолютно. И там их уже воспитали, они уже есть, там девять человек, уже отобранных, а нужно три. Коровы, то есть, телки есть. Три года им будет в 24-м году, 22-го апреля на Песах, то есть у них в Песах большой праздник. Пасха, ну наша Пасха, это вот Песах иудейский. И короче, на Песах 22-го им уже три года и можно уже как бы процесс запускать. Когда в 47-м году, они только туда вступили на землю обетованную, в исламском мире, вы должны понимать, вот мы все знаем про еврейскую мафию, там еврейцы, там захватили банковскую систему, знаем там про вот эти британские элиты, там да, там черно-аристократия, что говорил, Ватикан, там все это, иезуиты, там всякие ординаты, там их не католический, как все, мальтийский, там много орденов у них есть. Это их структуры. Но есть такие структуры в исламском мире, да, исмаэлиты. Там очень мифологизированная история. Одно могу сказать, что ресурсов у них тоже хватает. Немало. Сколько, чего и как они имеют влияние на международную политику, ну, сложно сказать. Ну, как говорится, судите их по делам их. А дела их какие? Когда они это поняли? В 47-м году. Что вот, все, первый шаг уже сделан. И по-любому процессы идут туда. Они-то понимают, духовенцы-то понимают, что они туда лезут. Это можно пионерам в Советском Союзе или там в Америке рассказывать, что это просто такие ребята, они просто так за пустыню соскучились, потому что их там когда-то Моисей водил, что они просто жить не могут, хотят помидоры в пустыне выращивать. А эти поняли, что они за процесс запускают. Типа сто лет не получилось, то есть тогда в том веке, значит в этом будут запускать. Нужно им помешать. А как это сделать? Они так же сели, как мы сейчас с вами, начали считать карты и поняли, что евреи же умные, они создадут государство, они создадут армию, они создадут спецслужбы, все это создадут. И как бы, они же не дураки, они будут полностью вот готовы к приходу. Значит, надо что-то нам сделать? Нам нужно тоже сделать свою такую же армию, такие же спецслужбы и такую же накаленную радикально идеологически страну свою какую-то захватить, какую-то взять под управление. Какое слово нравится, не придирайтесь словам, пожалуйста. Они начали смотреть по сторонам на исламские страны. Посмотрели на Турцию, которая бы должна была взять на себя это бремя. Почему? Потому что они наследники Османской империи, Хаттаба, вот этого, и как бы должны блюсти Аляксу. Но Турция в то время отказалась от ислама. Полностью. Младотурки, Ататюрк вырезал всех суфиев, их просто там шашками зарубили на стадионе, где-то согнали. И вот он все, он захотел сделать европейскую державу. То есть они полностью отказывались от своего османского прошлого. Мы входим, типа вот, в семью европейских народов, там, туда-сюда. И вот до последнего времени еще Эрдоган надеялся, что его примут. И вот буквально несколько лет назад их уже окончательно бортанули, кинули. Но годы были потеряны. Вот. А это тогда, 47-й год. И они смотрят по сторонам, тоже эту ситуацию понимают. Прикинули Турцию, не возьмешь. Кто подходящий? Более-менее. Ну, Иран. Что нужно сделать? Нужно воспитать. Как? Что нужно, куда? Когда ты хочешь кого-то захватить, куда нужно идти? За горло брать этих, как его? Банкиров, что ли? Нет. Нужно идти в школы. Нужно идти за парты детские. Потому что все победы достигаются за детскими партами. Они пошли. Они пошли, воспитали поколение, которое потом вот совершило исламскую революцию. Ровно поколение произошло с 47-го года. С 50-го, потом в конце 70-х уже Хамени, все. И тоже туда заехал. Как бы на коне. То есть они захватили эту страну, сделали ее базовой. Для чего? Для борьбы с будущим Машиахом. И эта армия, которая у них называется армия Махди. Армия ихняя, иранская, она называется армия Махди. Это корпус и стажей ирландской революции. Вот смотрите, Махди, да, армия Махди. И вот эти там Хазбалла, там все, это армия Махди. Их идея спаивает, понимаете? Их идея спаивает и уверенность. Почему их сионистов ненавидят? Потому что они говорят, блин, эти сионисты готовят приход антихриста. Вы что, гоните что ли? Помогите нам, поддержите. Все говорят, какие антихристы? Что вы там все старые сказки служите? Бред это все. Евреи просто соскучились за своей исторической родиной. Понимаете? Вот что такое делать непонимание этой проблематики? И тут они как бы тоже укрепляют свое государство. Корпус стражей исламской революции, спецслужба, армия, туда-сюда, ядерное оружие обоих сторон, паритет. Готовятся к чему? К этой битве, описанной в древних пророчествах. Обе стороны. Каждая накаляет свое население, накручивает его. Там люди в черных шляпах в Израиле, а тут радикалы в черных чалмах. Если вы обратили внимание, у них костюмы примерно одинаковые, что в радикальных иудеев, что вот этих радикальных шиитов. Тоже черные же эти, чалма, черная накидка, а у этих там просто белая сорочка, белые брюки, а у этих, ну, черный халат, черные брюки и черная чалма, ну, ну, вы поняли меня, да? Имеющие уши, да услышат. И в общем, они накаленные идеологически друг друга ненавидят, метафизически друг друга ненавидят. Да мне спрашивают, а что нельзя там их помирить, там может каких-то денег кому-то насыпать, там нефтепровод какой-то распилить. В будущем правили они. И они под это каждый себе армию создал уже, государство, армию. Они идейные люди, понимаете? А мы к этому, как сказать, к концу времен подошли без армии, без идеологии, без нифига. Вот филиш, да? Сейчас все борьба за будущее. Эти там свой проект предлагают за поденцы, эти свой, эти свой. Теперь этот весь Запад, конечно, хочет, чтобы они друга там уничтожили просто, где-нибудь там возле селения Армагеддон. Напрочь просто, истребили. Будут они это делать? Не будут, посмотрим. И, по пророчеству, соответственно, когда придет Машах, Махди должен его того. Но там еще одна проблема в этом пророчестве, как мы тут подкорректировали недавно, что должен появиться третий. В этой же истории, говорит, было три Алана. На Голгофе, говорит, было три креста. А третий, говорит, Иисус. Если, говорит, эти уже воплотились, и они считают, что и евреи считают, что они знают, типа, кто Машах, а эти, говорят, знают, что кто такой Махди, он типа скрытый имам. А кто-то должен знать, кто такой Иисус. Это пророчество, если эту программу раскручивать будут. Соответственно, где-то появится Иисус. И все это сойдется в одну точку. Если понимая все эти расклады, какие финансовые интересы? Ну, какие бабки вообще? Причем тут бабки? Причем тут земля? Они воюют за все. Мне, говорит, не нужно много, мне надо все. Люди хотят власть над миром на ближайшие тысячу лет, согласно своим вот программам, которые в них заложили. И они в них свято верят. И не говорите мне, только пожалуйста, это сумасшедшие фанатики. Это сумасшедшие фанатики, контролирующие финансовую систему, имеющие ядерное оружие, государство в одной из самых сильных спецслужб в мире. Только они могут быть кто угодно, но только не идиотами. Понимаете? И то же самое с другой стороны. И сейчас этот Иран мобилизует весь исламский мир. Там у них как бы Аль-Джазира в Катаре, то есть информационные ресурсы, финансовые огромные, людские в первую очередь. Они их мобилизуют вокруг себя. Вокруг построения тысячелетнего халифата. Но там еще у них сейчас будут раскачивать им еще ситуацию с суннитами, посмотрите. Это вот следующий раскол будет. Это уже заранее заложенная программа на раскол между суннитами и шиитами. Потому что суниты скажут, а что это вы будете халифат создавать? Это мы должны создавать. Кто мы? Эрдоган. А Эрдоган на кого работает? Это большой вопрос. Вот его союзник Азербайджан израильские флаги поднимает у себя в стране. Его союзник Албания тоже израильские флаги подняла. Хотя это исламские республики. Понимаете? Потому что Израиль и Моссад заранее коррумпировали. Я же еще раз в начале разговора говорю. Они заранее со всеми народами решали, которые потенциально могут встрять. И наш народ один из этих народов, друзья мои. Понимаете? И когда говорят, что там будет создаваться новая хазарь, это просто когда все это произойдет, они не собираются там жить. Этот обряд должен пройти один раз. Это не каждую там пятницу он будет происходить или там каждый выходной или они там жить собираются. Все. Портал открыли, человек пришел, салам алейкум, и мы теперь в более приятные места для жизни разбредаемся. Исход. Добровольный. И вот та часть русскоязычная, которая по-русски говорит и думает, они свою часть миссии выполнили, свою часть ништяка должны получить. Своей частью ништяка является что? А что они просили сто лет назад у Ленина? Республика Крым и ближайшие области. Это по их замыслу. Это не я, это все конспирологи, конечно, придумали. Это вот там Беркут выступал, Жириновский выступал, но они как бы озвучивают всегда заранее. И планы такие вот у товарищей. Сколько у них это все получится, это уже, знаете, от нас, как говорится, не зависит. Что нам с этим всем делать? Ну, хотя бы просто понять свое место в этой всей истории. И что люди борются за будущее, а мы пока хотим кому-то присоседиться. Ну, на чьей мы стороне? Китай на это все взирает со стороны, но Китай свое ждет, понимаете? Китай ждет, пока вдруг эти русские вспомнят, что они советские и никак не дождется, бедолага. Я их понимаю. Вы же понимаете, кто Китай создал? Китай создал Сталин. Сталин уделяется основателем этой династии. И там сейчас правит красный император Синь Цзиньпин. Почему император? Потому что он его пожизненно, можно выбирать император. А основатель Сталин. А кого у нас парафинят больше всего? Сталина. В стране. А как они могут? Они с этим из-за Хрущева мало поругался из-за этого. Это же, говорит, наш отец. Как мы можем культ личности развенчать? Это же наш отец. Он создал нашу династию. Как я могу на него бочку катить? Да, типа вот. И Хрущев его послал и не поругал. Советский Союз с Китаем. На Даманском потом были все проблемы. Это следствие того, что те поняли, а это им Сталин предсказал. Вы знаете эту всю историю? Сейчас, если нет вопросов по Израилю, я вам по Китаю тоже приколю там. Чтобы вы просто понимали картину этого всего. Да, продолжаю. Извините. Можно вопрос? Во-первых, Израиль демократическое государство. Во-вторых, сионизм это национально-освободительное движение еврейского народа. В-третьих, Палестина была разделена в 48-м году. Израиль принял раздел Палестину, арабы не приняли этот раздел. Вы, Мишех придет на осле. Это у нас в жидевской теории написано. Я не знаю, что вы людям здесь несете, но просто интересно слушать. Я не знаю, кто вы такой, какая у вас религия и вообще, так сказать, Израиль демократия. Одна из демократий, одна демократическая страна на Ближнем Востоке. И я считаю, Господь Бог будет решать. Если за грехи нашего народу пять тысячи лет, нас выгнали. Я считаю, что нужно придерживаться этой легенды. Совершенно с вами согласен. Это не легенда, это правда. В Израиле черные шляпы имеют очень малое отношение. Их там меньшинство. В основном люди там нерелигиозные. Они хотят жить нормально, как все народы. живут там. Я знаю, что это такое. Я не знаю, что вы тут людям говорите, но, как говорится, God bless you. Я очень уважаю славу. Хорошая мирная религия, понимаете, но есть террористы типа Хамаса, которые должны быть уничтожены. А есть и вы. А Хамас создавал не Моссад? А Хамас кто создавал? Не Моссад принимал? Я не знаю, что создавал. Я знаю, что они убили сейчас 1300 моих соплеменников. А как они могли убить и ваши спецслужбы об этом могли не знать? Это самая сильная спецслужба в мире считается на Ближнем Востоке. Моссад. Как они могли об этом не знать? Извините, я своим сказал родственникам, они сказали такое смачное слово на риднем мове. Просрали. Кто знает украинский, порекла, зарубейте, будь ласка. Я кончил. Алан, можно вам вопрос? Да. Вот как вы 24-й год. Судя по тому, как вы знаете историю, тут много что рассказали. Я думаю, вы сможете... Он ключевой считается еще в переходе в новый валютный мир. Понимаете? Тут же еще финансовые вопросы. Были деньги золотые когда-то, да? Это металл, Все, кто-то управлял золотом. Гномы в Швейцарии хранили там свои золотые монетки. Потом это стали деньги бумажные. И главный печаток станок переехал, главный эмиссионный центр переехал у нас куда? В Америку, да? ФРС. Стало бумагу печатать эту американскую. Сейчас деньги стали электронные. По сути, что такое биткоин? Это киловатт-час электроэнергии. То есть, монетизация электричества пошла. Чья валюта будет доминирующей? За это тоже еще будет борьба. Чей компьютер будет раздавать всем остальным эти самые биткоины? Потому что, это же по сути просто электричество. Кто сможет свое электричество навязать в бабки? Вот за это и будет борьба. вопрос технологии энергетических ресурсов. Да, действительно. И здесь будет конкуренция. Да, пожалуйста. Борьба будет очень сильная за это. Ну, как это с эмистерным центром для кого-то. Да, вот представитель Азербайджана. Здравствуйте, господи. Очень интересно, кстати, вас слушать. Я как бы, как представитель тюркского мира, у меня вопрос соответственный. У меня вопрос Алану, не Кабичку, а второму, да, как бы первую оппозицию я более-менее знаю. Алан, вопрос такой. Как вы думаете, вот тюрко-населенные регионы России или тюркоязычные, как хотите называть, тюркские, это больше угроза для российской безопасности или это все же больше мостик между русским и тюркским миром, через которые можно как бы более тесные отношения построить, более взаимовыгодные. А вообще, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, по этому поводу следующее. Вот Булгинский... Извините, напомню просто, Алан, извиняюсь, очень извиняюсь, просто для примера, маленький пример, вот в Азербайджане есть огромная еврейская диаспора, через которую Азербайджан умело пользуется, ну как пользуется, ну как бы как мостик с государством Израиль. Очень хорошо как бы этим мостиком пользуется, вот через эту призму я сказал, вот как бы мостик между тюркским миром и Россией. Вопрос большой, это вы мостиком пользуетесь, если мостик вами пользуется, но это ладно, это отдельно. Ну это да, вы ответите, как вы знаете. вот, да, Руси и тюркских народов, вот Гин хороший был советский, союз нерушимый и республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Вот эта Русь Великая, если решит опять сплотить этот союз нерушимый, да, в каком-то формате, семья народов или как он будет называться, тогда, конечно, это станет мостиком. А если этого не получится и как бы каждый начнет разбредаться по своим национальным квартирам, то тюркоязычные народы, ну, могут и Великий Туран захотеть, который вот сейчас выстраивается, и он и обозначен Эрдоганом, вот карта показана Великого Турана, куда входит Северный Кавказ, в том числе и по Волжье, и некоторые страны там Средней Азии. Это проект, Великий Туран называется, Союз Тюркских Народов. Но он на развалинах чего он может только образоваться? На развалинах России. Вот и вопрос заключается в том, что как бы российская правящая элита это понимает, что это план их союзника Эрдогана, или не понимает, или что. Если как бы все хорошо, союз нерушимый, тогда это мостик. А если не союз нерушимый, тогда это фактор дестабилизации. Понимаете? Как-то так. Так же, как и с вашим мостиком. Пока у вас все хорошо, это мостик. А когда у вас все начнется вдруг нехорошо, и такого не желаю вам, то это станет уже не мостик, а авианосец. Понимаете? По захвату чего-нибудь другого. Ресурсов каких-то. Спасибо. Очень было интересно. Мостик. Он до тех пор мостик, пока вы сильные. Тогда он мостик. А потом превращается в агент влияния. Сильный или нужный. Поэтому им тоже нужно думать о своем будущем. Для этого Россия должна становиться сильнее. А кого мы в этом упрекаем, тогда я не понимаю. Да никого, себя. Сто процентов. Я так, я не понимаю, я не понимаю. Я первым делом смотрю в зеркало. В зеркало надо смотреть. Понимаете? Не в Ми-6, не в ЦРУ, а в зеркало. Нас, говорит, обмануло КГБ, ЦРУ обмануло. А почему вы его не обманули? Ну, в смысле, у вас же такая же работа была в КГБ. Обманывать ЦРУ, что вы его не обманули, чтобы они развалились? Ну, просто они вас обыграли, но хотя бы это признать надо. Да, нас обыграли. Мы сделали такие-таки-то выводы, извлекли такие-таки-то ошибки, опять вступили в игру, и теперь как на боксе, знаете, тебя ударили, ты упал. Ну, тут два варианта. Либо ты вообще уходишь с этого вида спорта, либо ты встаешь, тренируешься, становишься лучше, приходишь и побеждаешь. Вот какой вариант выберет народ? Потому что человек, который на ринге, это народ. В любом случае, вас очень интересно слушать, почаще приходите. Спасибо большое. Да-да, очень, очень секаво, только я вам советую Туру почитать. И во-вторых, Алан, чтобы вы знали, вам все руля, скажите, я уехал из Советского Союза, меня о кабельщик знает. Когда исчезла смазочная масса в колесе русской революции, тогда советская власть и распала. Слава тебе, Господи, что 1 миллион и 200 тысяч моих соплеменников уехало из советского, из бывшего Советского Союза. И живет в Америке, на Западе, так сказать, и у меня инженерное образование, я, слава Богу, так сказать, хорошо в Америке стою, и люблю Америку, и буду работать на Америке. Хотя вы благодарите, что дал вам такое образование, вам и вашим соплеменникам, такую возможность, такие интеллектуальные возможности, в которые вас вложила советская система образования, школьного, дошкольного и высшего, что вы такие успешные стали в жизни. Хотя бы просто спасибо скажите товарищу Сталину и Советскому Союзу. Я благодарю товарищу Сталину, что товарищ создал, государство Израиль. Единственная ошибка была, что товарищ Сталин хотел создать государство Израиль на всей бывшей Палестине, так сказать, но, к сожалению, это не получилось. Молодец, товарищ Сталин. Я всегда буду молить Бога за товарища Сталина, что он создал, как скажут, на редней мове нашу жидевскую Украину. Боэзрат Хашин. Жидевскую Украину. Алан, смотрите, нас слушают... Украина – это страна. В данный момент Сруэль – это очень уважаемый мною человек. Он гражданин Соединенных Штатов Америки. И очень много людей в самых разных странах слушают наши каналы. Друзья, я предлагаю задавать вопросы, если они есть, чтобы конференция была интересна всем. Та детализация, та часть повествования Алана, которые связаны с глубокой древностью... Не, ну подожди, ну хорошо. Нетаньяху заявление не делал уже в состоятельстве третьего храма в следующем году, что там деньги... Да-да-да. Коров не привезли. На правах модератора я прошу задавать вопросы. Поэтому... Я могу немножко чуть-чуть добавить. Шаром всем, и Алана тоже. Шалом. Я сам с Израиля, да. Просто вы так описали Израиль, как будто Израиль это такая религиозная страна. Это 85% тут нерелигиозные люди. Здесь вообще религии, можно сказать, что ноль. Если любой там может, любой город смотреть, это почти ноль. И плюс вот описание еврейской идеи, то, что вы имеете в виду... Да, евреи же ждут в Машехаха, но создавать, сделать, построить храм мы не можем. Он придет, сделает. И он тоже как-то вот не войной. Война не будет. И все народу будут танцевать и помогать. Ну вот видите, у каждого своя программа. Я уже говорю, а вот у мусульман по-другому эта история описана, а у христианцев это описано, как приходят... Да, они так пишут. Я об этом говорю, что у нас это не так. Это абсолютно ложные немножко вещи. Когда будет, если будет все народу танцевать и сделать, ну... Робби, спасибо за комментарий. Робби, извините, можно добавить, у нас в Машехе написано, что не подымет, у Исаии, народ на народ, меча, они будут больше учиться войны. Я это на иврите могу сказать, но кроме Робби это не поймёт. Это написано на Организации Объединённых Наций. Машехе должен приехать на осле. То, что тут человек говорил за умные слова по третий храм, нам Господь Бог даст. Так сказать, они, так сказать, это Машехе сделает... Мы не должны сделать это. Люди не должны сделать это. Я предлагаю быть корректным к нашему гостю, к конференции. Это должно быть интересно всем, друзья. Далее, религиозная детализация. Здесь говорилось об идее. О той движущей идее, которая действительно многие века... Идеи двигаются историческим процессом. Историческим процессом. Совершенно верно. Мы абсолютно... Я знаю Алана, он не религиозный человек, и он изучает эти процессы с точки зрения науки. Простой исторический анализ. А у этого исторического анализа вот такие корни. Друзья, не обессудьте. Пожалуйста, у кого есть вопросы в конференции, я читаю личку. Мне обещали вопросы в личку, но я их почему-то не вижу. Не знаю, работа ли это недостаточно модераторов, или же, может быть, вопросов нет. Тогда я задам вопрос. Алан, вопрос. Скажи, пожалуйста, роль Соединенных Штатов Америки. Вот в данный момент это действительно самая мощная страна. Это вопрос из практической плоскости, без политической философии. Вот на данный момент роль Соединенных Штатов Америки в Персидском заливе. По какой причине они, значит, пригнали туда свой флот? Насколько возможно их вмешательство и что, с твоей точки зрения, может стать триггером, той причиной, когда Соединенные Штаты Америки вмешаются? Ну, мы понимаем, как бы, что это большая война. Конечно. Вмешательство Соединенных Штатов Америки это катастрофа. Конечно. Битва конца. Никто в ней не хочет участвовать и все в нее лезут. Понимаешь? А США главный союзик Израиля. Он как может остаться в стороне? Это же просто как на улице. Понимаешь? Если твоего младшего начинает там прессовать кто-то, а ты, типа, не впрягся, ты, значит, потерял авторитет, они должны впрячься. До какой степени они впрягутся, но до какой степени готовы будут ставки поднимать в самом Израиле, в самом Иране? Я просто очень надеюсь, что все это не дойдет чудоядерного оружия. Но тут еще какая может быть замануха, понимаешь? Американцы подгнали свои авианосцы. Когда рухнет доллар, друзья мои? Доллар рухнет в тот момент, когда пойдет на дно первоамериканский авианосец. Потому что доллары и авианосцы, они как-то в комплекте подаются. Кто не хочет брать доллары, к тому ли едут авианосцы. Это вот так систему у них, знаете, поддерживают, так сказать, огнем своих вот финансовую систему свою. И соответственно, как бы такая незыблемая скала эти авианосцы, они сейчас туда подтягивают поближе, да? Но у нас появились беспилотники, какие-то торпеды странные, подводные, еще бог знает что. Вы представляете, что Ирану, не знаю, кто-нибудь даст, не будем даже говорить, кто теоретически, или даже не им, Хамасу, Хазбале, даст какие-нибудь аппараты, которые смогут подбить авианосец. Американцы тоже очень рискуют. И виноватый будет то Хамас. Вот Хамас, вот как у нас, когда сбили крейсер, кто виноват? Вот на украинцев свалили. Все же понимают, что кто им что дал, какие средства, кто сбил? Кто сбил крейсер Москва? Украинцы. Но также скажут, кто сбил Хамас. Это очень высокие риски. Соответственно, они их поднимают. Но с другой стороны, это будет уже втягивание полноценной США. Почему? Потому что, опять же, еще что история, вы если помните, с Перлхарбором, когда они фактически уже известно, что Розевель знал о том, что будет нападение, но они так закрыли на это глаза. Для чего? Для того, чтобы потом был повод что там эти авианосцы, какую роль будут играть? Вот посмотрим, насколько глубоко американцы решили в это дело влезть. Но они не могут заднюю врубить, понимаешь? Как они заднюю врубят? У них это авторитет упадет. Авторитет упадет, это сразу все экономические возможности, политические и прочие на Величнем Востоке падают. Понимаешь, что Америка здесь уже не авторитет. Она должна подтверждать свой авторитет. Это же как на улице, то же самое. Чистые бандитские разборки, только у братвы уже есть авианосцы, танки и, к сожалению, ядерное оружие. Если бы там не было ядерного оружия, то это бы не было бы проблемой. Региональная война, ну, наверное, что мы будем вмешиваться в дела там народов, пусть разбираются. Вот мы же разбираемся, они не вмешиваются. Ну, вот и мы не вмешиваемся, когда вы разбираетесь. Но дело в том, что у них ядерное оружие, а там может цепная реакция пойти. Я только из-за этого переживаю в этой всей истории. Понимаете? Потому что все остальное... Да, это общее переживание. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения третья сторона может осуществить какую-то регуляцию в этом процессе. Вмешаться как третья сторона. Кто может вмешаться как третья сторона? Кто обладает достаточным авторитетом, чтобы указывать Израилю и Ирану одновременно? Это кто может быть такой? Ну, вот, например, Россия и Китай. Не Израилю или Ирану, скажем так. А вот с моей точки зрения здесь роль Соединенных Штатов Америки решающей. Мы в данный момент понимаем, что Израиль в военном смысле не самодостаточная страна, хотя ранее говорили иначе. Беспроцентно. Это же коалиции. Две конца будут коалиции. Одни за, другие против. Вот коалиции и складываются на наших глазах. Кто за кого? Все же хотят выяснить, понимаешь, новый валютный мир, чей будет компьютер. Идет большая стрелка. Ту стрелку, Первая мировая война, все разобрались, кто-кто, все по нарам и, блин, товарищи создали ФРС. Понимаешь, подспудно убив Романовых, потому что большую часть золота на создание ФРС давали они в то время. Ну, семья эта, да, Гольштадт, Гутуроп. И эту Германию, у Контропопеля и всю Российскую империю и все остальное, понимаешь. И ФРС остался им. Сейчас такая же борьба идет за создание нового эмиссионного центра, только электронного. Ну, ФРС, по всей видимости, будет отходить. Ну, кто этот будет? Китайцы свое хотят там, да, золотой юань. Индусы там что-то свое хотят. Мы там что-то хотим свои 5 копеек тоже, да, всунуть. И американцы, естественно. Кто сейчас? Должна быть стрелка, разборка. В этой разборке кто победит, тот и будет эмиссионным центром, тот и будет со своего компьютера раздавать биткоины. Каждый же хочет. Что там, киловатт-час электроэнергии, е-мое, там даже не надо лес пилить, как с долларами. Там как лес пилили, понимаешь, бумагу печатали. А там золото добывали. А тут вообще ничего не надо, электричество просто крутить тебе и биткоины раздавай. Главное, чтобы их принимали люди. А чтобы их принимали, что нужно сделать? Нужно быть самым авторитетным парнем на улице. Вот сейчас минимум авторитет, борьба там будет идти. Да. Ну, в общем, это ответ на мой вопрос. В общем, вот. Это будет очень жесткая борьба. Ну, потому что это за новый валютный мир. В чьих деньгах... То есть, ты предполагаешь, то есть, ты предполагаешь, что центр в любом случае будет единый. Ну, я имею в виду распределительный, регулирующий, корректированный. Конечно, это же удобно. Мы же говорим про глобальное человечество. Это с точки зрения удобно. Вопрос к делу, у кого он будет. Кто эти будут раздавать Wi-Fi? Кому, кто докажет свою... Кому будет привязываться? Вот в чем будут считать? Вот у нас же сейчас все в доллары переводят. Вот в чем в конечном итоге считают? Мы все равно рубли там в доллары, юани в доллары, что-то там в доллары. Вот что будет эталоном? Какая валюта... Какой биткоин станет эталоном? С чем будут сравнивать все остальные курсы свои, там все остальное и все остальное? Кто будет раздавать? Ну, в общем, понятно. С твоей точки зрения, перспектива Европы 5, 10, 50 лет? Слушай, ну, она как бы печальная, перспектива Европы, с одной стороны. Но с другой стороны, Европа не один кризис переживала. Там все очень... Блин. Многое зависит от того, все-таки там проснется этот дух, как они раньше называли, дух Шиллера, там, Тевтонский дух, или еще какой-то. Но вот я слушаю их музыку, например, этническую, там, датчан, шведов, вот эта вот вся история с Одином, с Ассами. Ты знаешь, я вот верю в Европу. Я вот... Мне такое кажется, что они вот... Что-то там такое появится скоро. Ультра какое-то правое, которое начнет там, используя весь мировой кризис, эта подводная лодка там всплывет. И она постарается вернуть позиции. Так скажем. Потому что в Европе война, если будет, она будет межрасовая. Она не будет там, знаете... Она будет расовая. В этом я согласен. Скажи, пожалуйста, отношение Европы и России, вот этот дух, о котором ты говоришь, это что-то близкое к тому, что формируется в нашей стране, в Российской Федерации? Это что-то очень близкое. Это что-то очень близкое. Это, конечно, северные народы, это близкие, это дух там, не знаю, генетика там, этническая... Там все, ну, все похоже. Язык, может, просто разный. ДНК одинаковые, истории там все. И в конечном итоге, как бы, если наша территория останется от нашей территории, то, наверное, мы будем как-то их поддерживать в этом деле. То, собственно, все время добивались. С твоей точки зрения, как на вот эти мировые процессы повлияют выборы в Соединенных Штатах Америки? Изменится что? В Америке вообще ни на что не влияет. Это, понимаете, у них есть власть реальная, а есть власть театральная. Вот у них система власти выстроена вот примерно как в Британии. Вот прекрасный сериал есть «Корона», который про себя Елизавета сняла, про королеву Великобритании перед смертью. Ну, на мой субъективное мнение, она как исповедь сняла, да, и вот показала, как там все у них, ну, по крайней мере, как с ее точки зрения все это дело выглядит. Там очень интересно ее взаимоотношение с премьер-министрами. И она говорит там, как-то что-то премьер-министр начал возмущаться, говорит, что ты мне это высказываешь, там народ возмущается, ты, говорит, иди, ты же, говорит, присягу народу давал, а я, говорит, богом помазанное. И силовые структуры все присягают тоже королеве, они не подчиняются парламенту. А парламент вот с народом раздувается, ну, не нравится народу, ну, свернут другого поставят, там, какого-то другого, более красноречивого черты. Это никак не меняет, не влияет на систему. Вот у них примерно то же самое. Их же государство масоны создавали, вот это, Джордж Вашингтон, да, первые эти отцы-основатели, это что же масоны из Европы, приехали туда и создали свое государство. И там по закрытым этим институтам и выстраивается реальная власть. А это как бы шоу, которое нужно, как бы, ну, вот, как в голодных играх, как бы красиво было, да, чтобы люди реально верили, что они на счет насчета влияют, там, да, что вот. А есть на самом деле закрытые клубы там, да, которые принимают решения, а эти их просто озвучивают. И они интегрированы точно так же, эти две ложи, они интегрированы там в демократическую, республиканскую партию. То есть, как бы, там не президенты влияют на принятие решений. И поэтому там можно поставить президентом Байдена, а можно вообще андроида поставить, а можно просто, я не знаю, кого-нибудь взять, какой-нибудь индейца из джунглей и поставить, и он точно так же будет ходить, ему давать будут текст, он их будет читать на ломаном английском языке, а на принятие решений это никак не повлияет. На генералитет, на ЦРУ, на финансовый мир. С этим я, пожалуй, соглашусь. Пока Байдена не было в Белом доме, Камала Харрис заявила о том, что будет защищать интересы мужчин, женщин и людей. Друзья, я поставил жесткие условия, то есть, с моим уходом дискуссия с Аланом должна прекратиться. Ну, есть на это причины, поверьте мне. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы, конечно, подняли уровень дискуссии до вот таких высот. Может быть, кому-то это неинтересно. Может быть, кто-то считает. Я понимаю, кроме этого, друзья, если меня будете приглашать, мне кроме этих вопросов обсуждать вообще больше ничего неинтересно. Понимаете? А все остальное тактика. Я понимаю. Все остальное выстраивается от этого. Если вы эти стратегические вещи понимаете, то вся тактика, она просто... Абсолютно согласен. Алан, у тебя есть свой подход, у тебя есть свои взгляды. Но дело в том, что мы должны уважать конференцию. И в любом случае... Конечно. Я просто тебя говорю, понимаешь? Мне вот такие темы интересны. Вот мы сегодня первый раз встретились, мне вот интересны такие темы. Смотри. Зная, как устроена система, ты со своими подходами можешь давать некий прогноз. А прогноз можно опускать до тактического уровня, и это тогда будет интересно, может быть, большим штуком. Поэтому на простые вопросы, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь. Конечно. Да, давайте. Алан, два часа в эфире, и, как говорится, нужная честь нами. Пожалуйста, вопросы. Можно мне? Алан, как вы думаете, на президентских выборах в марте сейчас, какой процент возьмет наш президент сегодняшний? А какой процент нужен, чтобы взял? Вот столько и возьмет. В чем проблема, я не понимаю. У нас что, проблема появилась какая-то с выборами? А просто какая альтернатива? Альтернатива? Корректно. А какая может быть альтернатива верховному главнокомандующему во время войны? Вот вы представляете, 43-й год, и вы предлагаете переизбрать Сталина. Вот, ну, можно, конечно. Нет, просто интересно. Выборы, если они, конечно, будут. Они будут. Ну, давайте так. Я думаю, наберет достойное количество процентов, победит однозначно. Если позволите, я немного детализирую вопрос и задам его следующим образом. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, насколько актуальна тема преемника? и с твоей точки зрения, как новый человек повлияет на изменения в нашей стране и вовне, на внешнеполитическом контуре? Спасибо. Я не верю в преемников, честно, знаешь. Ну, власть-то наркотик. Страшный. В какой-то момент появляется ощущение у любого человека, как мне кажется, что только он знает истину в последней инстанции. Он имеет необходимый опыт. Он не бросит там родину в тяжелый момент. Он не должен. Там много факторов будет складываться. Плюс все окружение будет категорически против преемника. Потому что любой преемник это передел экономической сферы. Понимаете, у преемника будет свое окружение, там начнутся какие-то переделки. Сначала будут договоренности, потом эти договоренности, естественно, все нарушат. Кто-то кого-то убьет, кто-то в окно выпадет, кто-то там потеряет что-то. Никому эти перетрубации им не нужны. Соответственно, они его, естественно, уговорят. Упрашивать будут долго. Нужно отказываться. Ну, альтернативу никто не будет предлагать. Аргументов найдут огромное количество. Спойлеры будут. Вот этот, как его, глава ЛДПР новый, как его фамилия уже вызвался. Вот Иван Атраковский там от офицеров России будет. Ну, какие-то вот будут люди, которые просто шоу разбавят. Просто, понимаешь, проблема в чем? Вот что у нас в России не сделать такую же систему власти? Если бы у нас была бы вот эта корпорация, да? Ну, по сути же, вот это, как сказать, британская система монархии, это же корпорация такая. Там все передается из поколения в поколение. Кадров самое главное в этих корпорациях. Вот эти вот. Ватикан тоже корпорация. Воспроизводство кадров. У них свои школы. И в этой школе их образование это самый интересный для меня предмет исследований. Понимаете? Как они? И это ровно наоборот происходит, чем происходит в наших школах. В их школах до сих пор есть интересные наказания. В британских частных школах, да? Там главный, например, ну, какие-то преподаватели, директор точнее был. Какое, говорит, главное качество, которое вы своих учеников воспитываете? Ну, там, школьников. Типа, вот у вас мучаете детей. А там вся элита. Лорды, маркизы, там год обучения 80 тысяч евро. Ну, вот совсем элита, понимаете? Там школьное образование именно важно. И он говорит, самое главное для нас качество, которое мы воспитываем, это воля. Так, в смысле воля? Он говорит, ну, воля. Как, говорит, воля? А мы думали математика или там экономика? Он говорит, да не, говорит, зачем? Это, говорит, и холопы будут знать и математику, и экономику, и все на свете. А наша задача, главное, волю воспитать. А зачем, говорит, им воля? Как, зачем? Они, мы воспитываем хозяев мира. Вот он говорит прямо, мы, говорит, воспитываем хозяев мира. И наша задача, чтобы наш ученик приехал в любой регион мира и чувствовал себя там как хозяин. Это школьное образование. Все, говорит, остальное его потом научат. Говорит, а как вы это воспитываете? Ну, вот, например, у них подъем в 5 утра, бег, кросс, жесткие виды спорта. У нас, говорит, нету футбола, у них регби. На регби разрешается драться. Почему футбол? Футбол, говорит, придуман был для наших этих, ну, других классов. Не будем никого обижать, чтобы люди ноги в футбол грибут. А в принципе, в чем концептуальная разница, чтобы вы просто поняли, что он имел в виду, это директор школы. Что футбол силовая игра. И он учит бороться до конца. А этот учит при первой же опасности ждать арбитера. Ой, арбитр, джжж. Ой, вы мне там по ноге дали. Арбитр, арбитр, свисток дай. Это что на международной арене получается, когда мы переносим эту игру в мировую игру? То англос за свое этот мяч держатся до последнего, зубами грызут и несут его куда? Домой. В зону несут. Понимаете? Что они несут? Это же яйцо дракона. Мяч этот яйцо дракона. Это глубокая игра. И они несут ее зубами, дерясь, бьют, зубы выбивают, но они его принесут домой все равно. В зону затащат. А что делают футболисты? Ударили по ноге. Ай, судья. А судья кто? Вот как раз те самые англосаксы. На международной арене что происходит? Англосаксы свои цели и задачи решают, а у нас чуть что там по ноге дали, а ребенок начинает плакать и ждет международного арбитера, ООН, международной организации, голубые каски, синие береты, претис, спасите, помогите, обижают. Потому что физкультура, она закладывает алгоритмы поведения на уровне тела. Понимаете? То есть на уровне игр детских. Даже они такие алгоритмы закладывают. И вторая, говорит, игра у нас главная, это полуконная. Тоже силовая, доставшаяся нам от наших предков, которые были там аристократия, эти топоры скифские, кто посмотрел клюшка для пола, это скифский топор. То есть они когда топорами играли, вот это вот наши главные виды спорта. Они занимают большую часть времени. Все остальное там география, медитация, эти языки греческий, латынь, то есть им развивают активное правое полушарие, музыка там разная и всякие такие разные предметы. Понимаете? Человеки воспитывают волю, то есть делают ему препятствия, они преодолевают и воспитывают волю. Интересно там вот рассказывал Чарльз Принц, я смотрел его интервью, про его обучение в подобной школе. Он говорил, в нашей школе, говорит, не было окон в спальнях, разбитые были. Мы в Шотландии школа была. Почему? Потому что, говорит, должно быть холодно. Ну то есть холодно должно быть. Я, говорит, постоянно испытывал холод, когда учился. В кранах была только холодная вода и зимой и летом. Не было горячей вообще. В душе там везде нет горячей воды, холодная. В столовых мы убирали старшие за младшими. Дедовщина была. Для чего дедовщина? Это тоже директор объяснял. Дедовщина нужна для того, чтобы иерархию с детства ребенок приучался. Есть старший, младший. Вот как у нас в Осетии за столом. Старший, младший. С детства иерархия, понимаете? Там лейтенант, полковник. Вбивается с детства. И, соответственно, когда наказывать надо младшеклассника, наказывает не педагог. Принимается коллективное решение, чтобы пацан закосячил. Тот берет розги и бьет его по жопе. Кто старшеклассник? И учитель как бы ни при чем. Иерархию выстраивает. То есть определенные алгоритмы закладывают. Это система воспроизводства элиты. У нас образование, ну, сами вы знаете, сравнить вы можете. У нас такой системы образования нет. Понимаете? Поэтому, как они этой корпорацией собираются управлять на протяжении столетий? Ну, или хотя бы столетия, если они своих детей не могут воспитать. Они их воспитывают расслабленными. Воспитывают безвольными. Почему? Потому что с детства дают все. Я с одним общался, друг у меня все, ну, как бы авторитетный, богатый человек. А сын, ну, как? Он говорит, я же ему все в жизни дал, чего у меня не было. Я говорю, вот тут ты и ошибся. Он говорит, почему? Я говорю, потому что, для того, чтобы он стал таким, как ты, он должен преодолевать все проблемы, которые преодолевал ты. И еще чуть-чуть больше, чем ты. Тогда он будет сильнее тебя. Потому что он проблемы будет преодолевать, решать их. А ты сделал, что у него нет проблем. Поэтому у него живот вырос. Ему драться на улице не надо. Его мальчики не побьют. Значит, спортом заниматься не надо. Машину ему, у кого-то там деньги заработать, отмутить, что-то там как-то, как мы мутили в 90-е годы, не надо ему, папа купит. Понимаете? Одежду красивую ему не надо тоже как-то там, чтобы на свидание пойти, как мне нужно было, да? Ему папа купит. И все. И папа сделал его жизнь бессмысленной и безвольной. А если у ребенка не воспитать волю в определенном возрасте, ее потом больше не будет. И вот наша система воспитания, я почему говорю, что у нас нет воспитания определенного? Она воспитывает рабов, понимаете? Для этой их система управления. Потому что они воспитывают хозяев, а мы воспитываем рабов. И это видно по системе школьное образование. Не потому что я плохой конспиролог, ты, Аллан, такой вот разгоняешь там что-то. Ну вот ты смотришь, какие у вас предметы в школе? Они говорят, и у этих сравниваешь. И ты понимаешь, что получится на выходе здесь и тут. Все просто. И соответственно, как они собираются этой корпорации управлять на протяжении веков? Ладно. Сделали систему образования. Надо сделать, чтобы реальная власть была неизбираема. Потому что все, что выбирается, это не власть. Понимаете? Все, что выбирается, это не власть. Власть берут. И потом больше не отдают. Это власть. И в этом проблема России. У нас совмещена власть и публичность. Понимаете? Он не может сказать, слушай, иди вот ты народу присягу давал, премьер-министр, иди вот ты давай разбирайся с ними. И поэтому в Британии весь негатив летит в премьер-министров. А весь позитив в королеву. Она же вот туда. Зато силовики все присягают ей. Любого военного спроси, кому вы клятву даете? Короне. Кто принимает парады? Королева лично в седле сидит. Почему? Потому что все, что в погонах, спецслужбы, МИ-6, все остальное, присягают короне. И премьер-министры к ним вообще никакого отношения не имеют. А они его контролируют от имени короны. Понимаете? И дети все служат в этих силовых же структурах с самого начала и по иерархии. Почему? Потому что это их кнут и пряник в одной руке. Но для народа есть артисты. Артисты. Трампы, Байдены, Шмайдены, эти как Джонсоны, еще кто-то. Понимаете? Это артисты. Хорошие, разговорного жанра. Вот у нас тоже таких много есть. Но это не власть. И у нас вечно вот эта власть смешивается с этим артистизмом. Зачем-то им, этим власть имущим, им нужно человеческое внимание. Откуда у них такая тяга к этому шоу-бизнесу, я вообще не понимаю. Зачем им это надо? Надо было давно разделить и сделать шоу. Ну вот выступает там кто-то, не знаю, какой-то премьер-министр глав парламента. И все народное внимание, гнев, проклятие, плевки. И переизбирать его каждые три года, четыре человека. Людям легче. Они взяли, переизбрали. Какое-то влияние имеют на процессы. Если уже по-настоящему об этом говорить. И тогда такая структура, она может себя воспроизводить в веках. И при наличии школьной и высшей системы образования соответствующей. Чтобы вы могли самовоспроизводиться, а качество не падало. Потому что у этих саблезубых тигров, нынешних наших лидеров, у них детишки кто? Тоже собачки, ну такие хорошие мопсики, понимаете, домашние, причесанные, и все там хорошо. Там с маникюром, с педикюром, со всеми делами. А встречаться им придется с волками. Почему, когда начался марш справедливости, все разбежались в Москве? А по идее, что было бы, если бы там другая была, другие бы дети? Эти бы дети достали бы стволы и сказали, вы что за нашим идете? А ну-ка мы сейчас вас встретим. И там уже где-то нам каде бы ждали бы их на разборке. Сказали, вы что пацаны? Это наши все дела. Нашего папы, нашего дяди. Это наше. Мы свое не отдадим. Это такое было? Такое не было. Лилита всегда защищает свое. Если вы пойдете нападать на британскую королеву, то первые за нее встанут ее же внуки, ее дети, ее окружение, все они. ну что? Это наши. Подожди, до МКАДа еще никто не дошел. Ну я образно говорю, ребята, ну хорошо, докуда бы ни дошли. Это метафора. Никого лично не касается. Просто люди должны уметь в схватке с волками защищать себя, понимаете, на этом же уровне. Тогда не будет проигрыша. Соответствовать этому. На вас нападаются близубые волки, а вы домашние с маникюром пацанчик. Что вы там сделать можете? В этом же проблема. А тут такая же война, только интеллектуальная. Не на кулаках типа дерутся, а интеллектуально. Средний иезуит знает 5-6 иностранных языков. Ну вот мы же на орденском уровне противостоим с иезуитом. Орден иезуитов, который нам в системе образования в России выстроил орден иезуитов ватикановский. Через Сороса, через всех остальных. Они в среднем 5-6 языков. Каждый знает монах их. Так они-то между собой живут рядышком. Они у них как ваше область. Не надо вот это пенять. Да они то, да они то. Но они же обыгрывают. Ну давайте создадим такие условия. У нас огромная страна, колоссальный человеческий потенциал. Море есть, не знаю, север есть, горы есть. Если там какие-то специальные энергетические места сильные нужны, там создавать эти школы. Обратец такой школы, вот показан Гарри Поттер, Хогвартс. Это же типичная британская частная школа детская. Вот просто старый замок какой-нибудь, старый какой-то там с историей, естественно, они же это любят, чтобы 500-600 лет было этому заведению. И это школа, и туда с улицы не берут. У меня одна знакомая устроила туда ребенка. Алан, я говорю, даже не буду тебе говорить, с чего нам это стоило. Там нужны рекомендательные письма и деньги. Там дали что-то под 200 тысяч фунтов. Несколько лордов коррумпировали, чтобы они дали рекомендацию ребенку. Ребенок оттуда, говорит, сбежал через 4 месяца. Мама, забери меня отсюда. Все, короче, я не могу. И ушел. Настоял, мы забрали. Я говорю, а что забрали? Алан, они его обижали. Я говорю, в смысле обижали? Ну вот, там даже вот один парень с ним, короче, побил его. Я говорю, он ему сдачу дал. Говорит, нет, ты что, у нас такой вот душевный, с тонкой организацией, сынок. Я говорю, поэтому ваш сынок с тонкой организацией потом будет на него работать, когда они вырастут. Отбор. А? Отбор. Система отбора. Я должен здесь сказать, кадры решаются. Кадры решаются. Не все так плохо у нас с центрами влияния. Слава Богу. Я уж, простите, всего раскрывать не буду, но не все так плохо. Они создаются. Более того, они возрождаются. И при встрече мы с тобой этот вопрос еще обсудим. Ну вот отлично. Раз они возрождаются, раз они возрождаются, значит люди решили играть по-серьезному. А еще когда по-серьезному, знаешь, что я понял? Когда вот Рамзан Ахмадович решил возглавить федерацию регби. Вот я как-то новость прошла, что вот они теперь поняли, что футбол не для чеченцев вид спорта, а для них регби больше подходит. Я думаю, вот это какие хорошие советники там. Просто молодцы. Вопросы, коллеги? А можно поподробнее про регби? Как оно? Мистический смысл игры? Мистический смысл игры? У них самая главная ложа у этих, это ложа Белого Дракона. Они называются Рыцарь Белого Дракона. Семья вот это, как его, британской монархии. Белого Дракона. И Николай был в этой ложе, и как бы вот эти все братья его. Это же его брат был двоюродный, император тогда, Британии. Это ложа, орден Белого Дракона они себя называют. Фильм Игра Престолов такое, знаете, не совсем кино. Там все у них переплетено вечно бывает. И все это история про драконов, про драконов на щитах, которые у них, и про драконов. Но это отдельная тема, это надо будет отдельный эфир делать. Это очень интересная тема. И они таскают это в форме яйца дракона. Вот эта штука. Мячик такой, почему форму. Это как яйцо дракона. Вот они его таскают. У меня есть такой вопрос, значит, такой, наверное, глуповатый. Не, не, у меня сначала, все-таки я столько ждал, пришлось... Мне, Алан, микрофон на телефоне, не только мне, другим начали глушить. Не знаю, что за программа. Пришлось добираться до другого устройства. Ну, ты понял, где они программу вели, чтобы задать вопрос. Я хочу немножко от политики отвлечься. на две-три минутки узнать у вас, откуда у вас такое скептическое отношение к футболу. У меня нет скептического отношения к футболу. Я вам пересказываю историю, которую рассказывал конкретный человек, директор одной из этих частных школ. Я объяснял вам, в чем разница. Там женщина, потому что тоже возмутилась. Ну как, я, говорит, люблю футбол, и все любят футбол. Он ей очень деликатно сказал, вы понимаете, там футбол воспитывает другие качества, чем регби. И мы хотим, чтобы те качества, которые были в футбол, не были у наших детей, у наших воспитанников. У нас должны быть качества, которые воспитывает регби. Она говорит, а какие качества? Ну, говорит, вот в футболе, например, нельзя драться, нельзя бороться. В футболе ты всегда ждешь, вот там, при малейшем же там столкновении, там, судья, свисток, останавливает, что есть какая-то третья сторона, которая может решить твои проблемы. Да, игра регламентирована. Да, она очень регламентирована, она не предполагает столкновений, да, а регби, говорит, как раз наоборот. Она предполагает столкновение, мы разрешаем даже, то есть они допускают эти драки между этими всеми участниками. Почему? Потому что они их дальше двигают командами от регби по жизни. То есть команда от регби, это, говорит, такая вот, как коллектив складывается, они потом дальше в институты вместе идут, они уже вместе двигаются по жизни. Многие, говорит, идут в партии, многие идут там, куда-то там работать в разные структуры, вот этой своей командой. Это как семья у них становится, вот эта команда по регби. Я вас понял, но это, вернее всего, человек, который отвечал на этот вопрос, а вы взяли как цитату, нихуя не понимает в футболе, я извиняюсь, ну тут по-другому не скажешь, Алан, прости меня, это по-другому как-то по-другому. Я хорошим спортсменом был в детстве по Киокошинка и к футболу относился абсолютно скептически. Вы знаете, как Райкин когда-то говорил, дайте 11 дебилам каток, они хоть асфальт закатают. Вот абсолютно точно так же. Но мой сын занялся футболом. И 4 года назад я, как и новый, любой отец, ну а кто научит сына? Только отец, я считаю. Никогда никакой тренер не научит, ни школа, ни вуз, только отец может научить своего сына. Я сел и начал штудировать, что такое футбол. Вот прям с методички, как алфавит, А, Б, В, Г, Д. Для вас могу привести очень простой пример. Просто я лично вот тут все знают в эфире признал, что карате это вообще фигня по сравнению с футболом. Все эти единоборства это фигня. По причинам геометрии, физики, алгебры и других вещей, которые, я так понял, вы хорошо владеете. Футбол это огромное пространство, поле, да, понимаете? Раз. Второе, это 22 игрока на поле. Это очень массовый вид спорта. И третье, все движения, развороты, повороты, кувырки, отскоки мяча, их предугадать невозможно. На таком пространстве, понимаете, с такой геометрией и разной силой прикладывания к мячу. И в футболе надо довести все вот это, огромное количество, там, миллион комбинаций до рефлекса. Как в борьбе бросок через себя, да, там, или с колена, или вертушку. Как в карате, удар, армаваши герри или другие вещи, да, как подсечку. Как вот эти вещи. Поэтому, извините меня, если вот вы это сейчас, ну, в свободное время понятно, просто возьмете геометрию, физику и наложите на разные виды спорта, вы поймете, что футбол самый сложный вид спорта из всех, которые существуют из-за вот этого огромного объема пространства и 22 игроков. И на самом деле, поэтому он по праву спорт номер один. Это просто нереально довести. То есть, мы с вами, помните, Чака Норриса, других чемпионов мира, да, они просто довели один удар Маваша, обратно Маваша до Ура Маваша, он довел до совершенства. И все. Да, то есть, это можно сделать. Это вот вставай в 5 утра и маши этой ногой. Да, рано или поздно ты его доведешь до совершенства. А в футболе нереально. Миллионы комбинаций и ты все, что можешь, да, это единственное максимум из них, хоть какие-то, отработать до рефлексов. Согласен. Руслан, я... Надо посмотреть второй дивизион, там мячик вместе с ногами выносят и судья не свистит. Да, я тебя просил. Мне очень понравился момент в этом сериале про эту королеву. Она там пришла когда в эту школу частную и вот там ее учили индивидуально. У нее индивидуальное обучение было. И она говорит, слушайте, а другим детям преподают математику. Почему, говорит, мне не преподают, хотя хоть там тоже что-то уметь в этом направлении. Она говорит, а вам это не надо. Она говорит, почему мне это не надо? Вас, говорит, учат другим предметом. Вас учат предметом власти. Мы вас, говорит, не учим математики. Невозможно, говорит, знать все. Ну, все знать невозможно. Ну, невозможно, говорит, объять необъятное. И мы воскладываем им качества, которые нужны королеве именно. Понимаете? И поэтому точно так же с этими видами спорта. Они на уровне физики вкладывают необходимые им качества. Понимаете? Вот они считают, что они такими качествами должны владеть. Там тоже... Нет, я это понял, Алан. А насчет... Чисто из этого. Да, насчет того, что вкладывают, когда давайте вспомним Македонского и кто его учил. По-моему, Аристотель. Да? Да, но при этом еще он учил его махать мячом. Махать мячом его папа научил. Друзья, следующий вопрос. Руслан, спасибо за комментарий. Я с тобой согласен. Лучше футбол, чем ничего. Более того, футбол это очень развивающий вид спорта. Во-первых, он учит жить и работать в команде. Во-вторых, физические нагрузки тоже там можно регламентировать так, что сила воля воспитывается ого-го как. Друзья, я буду вынужден заканчивать конференцию, если нет вопросов. Вопрос можно? Вопрос можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, я вот... Там, если кличку посмотри. Короче, вопрос такой будет. Ну, я с Украины. Вот. Я тут... Все это... Спасибо гостю. Все он правильно сказал насчет Украины. У меня такой вопрос. Смотрите, вот... Это еще было перед ковидом, так. Зеленский посетил Англию, встречался с Королевой. А вот, между прочим, между прочим, он был, короче, его пригласили в управление МИ-6. Вот. Ну, это так... В Украине это так вскользь. Короче, такое... Ну, не было такое, в принципе, разглашение. Мне бы интересно, о чем-то мог быть разговор в этом управлении. Спасибо. В чем управлении может быть разговор? Мы давали какие-то ценные указания. Это их не агент. Агенту давали некие вводные. Королева просто с ним там поручкалась, пофотографировалась. Она не будет с ним. Ну, понимаете, она со своими, например, министрами логоментированно по времени разговаривает о делах. А с такими это вот разговаривают уже ее, как бы, доверенные лица. Ми-6 это разведка королевы. Вот она как бы и управляет всеми этими процессами, в том числе и на Украине. Как бы, что-то секрета никакого нет. Что-то Ми-6 там этим всем и рулит. Вопрос, почему мы им проигрываем? Нам это же, мне всегда это интересно. Ну, что тут такого? Ну, как? В чем заключается момент, понимаете? Почему они вот призывают Зеленского? Почему Зеленский приезжает на доклад в Ми-6, а почему, например, премьер-министр Беликобритании не приезжает на доклад в СБУ, да, или там ФСБ куда-нибудь, или в КГБ еще лучше, чтобы оно оставалось? Почему так случилось? При нашем интеллектуальном потенциале, при тех возможностях после Второй мировой войны, что мы имели. Понимаете? У нас была лучшая армия в мире. Мы Китай освободили за две недели вот так по щелчку пальцев, пятимиллионную армию Иса Аплиев разоружил там. Кого убил, кого разоружил. Вот так на одном дыхании августовский шторм операции, как Китай появился, не было никакого Китая. Была просто британская колония. Муж Рикша, жена Гейша. Вот и был весь Китай. Мао Цзэдуну просил Сталина помочь поддержать. Ну, по словам, вызвал Плива в 45-м году, когда война закончилась, прямо с парада. Генерал армии Плив, земляк наш тоже. И пошли туда. Августовский шторм. Через Монголию зашли в Китай. Зачистили весь Китай и тогда сводки информбюро. Мао попросил у Сталина разрешите нам самим освободить столицу нашей древней империи. Сталин говорит Пливу, там кого-то вообще есть с кем воевать? Он говорит, да нет, уже этих выгнали, те, говорит, на Тайвань соскочили. Типа можно. И ушли, эти сами зачистили. И когда, говорит, Мао понял план Сталина, вот просто вот для себя, чтобы вы это знали, это очень важный момент. Когда, говорит, получил Мао, говорит, телеграмму от Сталина, он ждал, что Китай сделает 16-я республика СССР. Ну, все основания для этого мы имели, согласитесь. Да, мы освободили, все, ну вот дополнительно 16-я республика. Сталин прислал ему телеграмму, предлагая, говорит, вам, товарищ Мао, самому сформировать правительство Китайской Народной Республики. Мао до полталка, говорят, прыгал. Почему? А все не понимали. Потому что он, говорит, нам государственность подарил, он не сделал нас республикой, а отдал, ставил нам в нас некую нам самостоятельность. И поэтому он считается основным-основателем этой династии. Он был первый, который ее отвоевал. Понимаете, землю нельзя купить, ее можно только с кровью у кого-то забрать. Ну, или бы отдать без боя. Вот ее забрали кто? Сталин и Плиев, да, и Красная Армия. Они забрали. И дали китайцам Мао на Сиди. И создали Центральный Банк Китая. Давайте на секундочку вспомним. Который создали вот как ФРС, там золото, бабки вложили, так и Сталин вложил в Китайский Банк. А знаете, почему он Китайцев водил? И вот интересный фильм смотрел про Жукова, и потом эту историю читал. Когда вот, ну, пошли материалы, Берия на Жукова стучит, что Жуков так и так, там, сколько-то там Баянов привез трофейных с этого из Германии. И, говоришь, победили. И там, сколько-то Баянов. И стучит на Жукова, как бы, докладную записку. И там, сколько-то нам, сколько-то, несколько сот Баянов. И Сталин сидит такой, говорит, думает, ну, говорит, а зачем ему столько Баянов? И он понял, Сталин говорит, я, говорит, все, говорит, про них понял. Человек, маршал Победы, весь мир у твоих ног, а ты Баяны воруешь. То есть, менталитет никуда не делся. И когда он уйдет, они продолжат воровать Баяны, понимаете, вот мышление не изменилось. Зачем человеку столько Баянов? Продать он их не может. Да это и стыдно, ты маршал Победы, у тебя все есть, государство тебе все дало. Ну, возьми три Баяна, любишь на них играть. А это с детства. Человек вырос в бедной семье, гламошка была роскошь, и тут столько Баянов. И Берия записку, и, говорит, тогда, он, говорит, я, говорит, все понял, что они после меня, говорит, все развалят. И вся эта история, что они наметут грязь на мою могилу после моей смерти, это же он про них все понял. А понимал, что те кадры, которые он воспитал, выбили на войне. Посмотрите по статистике, 22, 23, 24 год рождения, 80% остались на фронте. Те, на кого он рассчитывал после войны, как бы вот, а их убили всех. Вот, соглашусь с тобой, вот именно вот в этом моменте, вот Вторая мировая и конкретно Великая Отечественная практически обескровила, ну, вот тех политиков, которые вышли бы. И поэтому китайцы не будут ни с кем говорить, кто не признает величие Сталина. Ни с кем они не будут говорить. И вот, когда мне говорят, вот там вопрос был, перед эфиром общались, а как вот ты там оцениваешь поездку нашего главнокомандующего в Китай? Я говорю, ну как? Он туда должен приехать и признать, что Сталин великий. Он не может этого сделать, потому что они его ненавидят, понимаешь? Они разрушили все его наследие, они все это сделали. Ну, не он, представитель этой всей правящей элиты. Они тебе надо развернуть в обратную сторону. И они бы даже, может быть, и рады со страху это сделать. Но им теперь надо будет народу объяснить. Сейчас, представляете, выходит главнокомандующий и говорит, мы должны собрать Советский Союз. Первый вопрос, какой ему зададут? Все вы зададите, и я тоже. А зачем мы его развалили тогда? Чтобы что? Понимаете? И это ловушка. А китайцы этого ждут. То же самое и этот кореец Ким Чен Ын. А он что? Он тоже основатель династии, кто товарищ Сталин? Кто им власть дал? Кто они такие были? Красная армия, товарищ Сталин. Красная армия, товарищ Сталин. Все. И все упирается в этого Сталина. Опять. На право. Я очень внимательно слушал. Много было провокационных вопросов. Я благодарю, кстати, Кабричика, который грамотно, я считаю, очень построил речный, давал провокациям совершаться. Вы несколько раз переходили на то, что умный человек поймет. Но все равно остается такое многоточие, в котором бы хотелось задать вам вопрос. Такой серьезный. Смотрите, вы все время говорили о них и о нас. Они, мы, да, согласитесь, вся дискуссия в этом складывалась. Неважно, Запад это или еще кто-то, внутреннее там, глубинное государство, как говорил Евгений Викторович Пригожий. Скажите, пожалуйста, но вы все время говорили, вся речь складывалась тому, что если не получится по-хорошему, будет по-плохому. Но я, опять же, утрирую. Но зачем у меня вопрос? У нас же есть сила, и люди ее увидели. Называется группа Вагнер, и она показала и успехи в Украине, показывает дальше успехи в Африке великолепной. Вот за последний месяц люди не знали, наверное, 15 городов освободили. Мы там Авдеевку одну взять не можем, а они 15 уже, сегодня за ночь два только, зачищают сейчас. Вот у нас же есть все-таки сила, которая провозглашает какие-то вещи, которые вы с Маэстро тут говорили, справедливость, система управления. Это я давно говорю, полтора года назад. Нельзя разве взять и спроецировать это на страну? Ну, кто эти мы и они? Очень просто ответить. Мы это те, кто считают, что земля их родина. А они это те, кто считают, что где жопа в тепле, там и родина. Понимаешь, тут очень простое определение. Соответственно, те, кто считают, что здесь родина, они собираются здесь воспитывать своих детей, строить здесь себе дома, там, вкладывать здесь куда-то, не знаю, в недвижимость, ну, то есть здесь, корни пускать здесь. А те другие, они считают, что здесь нужно корову, как корову, доешь, доешь, когда молоко дает, перестать доевать, надо же застрелить и выкинуть, понимаешь, за не надо, на колбасу пустить. Это вот они. Все очень просто, это мы и они. А по поводу вот Вагнера и всего остального, ну, очень эффективно боевое подразделение, никто не спорит. Самое сильное, наверное, штурмовое подразделение в мире на сегодняшний момент. Абсолютно уважаю, очень много моих там товарищей проходило, в свое время и служили, и, может быть, еще служат до сих пор. Но, как только они полезли в политику, ну, вот, в лице там Пригожина и все остальное, ну, если они хотели что-то сделать по-серьезному, это надо было делать не так, по моему субъективному мнению. Потому что это все было очень провокационно и не было, не поставлено никакой идеей. Понимаете? Идея. Ну, в чем идея? Справедливость. Это же абстрактное понятие. Справедливость для вас это одно понятие, когда вы город защищаете. Справедливость для тех, от кого вы его защищаете, у них совершенно по-другому справедливость выглядит. Понимаете? И Пригожин, он умный человек, он прекрасно это все понимал. Он прекрасно понимал, что нужна идеология. То есть Вагнер. Понятно, почему Вагнер, да? Вагнер это любимый композитор Гитлера. Вагнер это тот, кто пробудил дух Одина у европейской аристократии, да, там, Валькирии. Все, я очень люблю эту всю традицию. Мне это все тоже очень нравится. Очень оно созвучно Осетии там и нашей всей традиции. Но под этим же должна быть какая-то идея для всех, что мы сделаем всем хорошо. Вот как бы семью народов эту организуем, такую экономическую ситуацию как-то вот организуем, еще что-то сделаем. Нам этого же ничего не было сказано. Просто было сказано, мы за справедливость. А что вы имеете в виду, парни? Что нужно было поддерживать? Люди поддерживают идею. Просто хороших парней, которые умеют хорошо и эффективно убивать других парней. Ну, как поддерживать? Морально только там деньги на беспилотники собирать. Но поддержать только идею можно. А идея в чем? Она не была озвучена. Причем озвучена внятно должна быть. И так, чтобы в нее поверили. Понимаете? Сердца должны зажечься. В чем заключается смысл идеи? Идея не может включать, она сердце человеку зажигает. И человек в конечном счете из-за этой идеи готов умирать, убивать, бороться, отдавать свою жизнь, как эти большевики делали, как вот исламисты делают, как радикальные иудеи делают, как эти масоны делали, там тамплиеры на костер шли. Они за что шли? За идею, которая зажгла их сердце. Которые считали, что эта идея больше, чем их жизнь. Она больше, чем моя жизнь. И дороже, чем моя жизнь. Тогда человек готов на пулеметы идти. А когда нету такой идеи, ну, папки, все, эффективность, туда-сюда, но это не про это. А наш народ очень сильно тему чувствует. А ее не было. В группе Вармера, вы хотите сказать, не хватает идей. Если не хватает, то какой бы вы вас слушали? Политического крыла. Как бы вы идею предложили? Вас они слушают, им интересно вот это вот. Что вы считаете, им не хватает, и какой бы предложили? Я не могу предлагать. Если бы я предлагал бы, то я бы предлагал использовать советский опыт. Вот то, что мы сегодня обсуждали в предыдущие два часа. Именно построить вот такую семью народов. То есть коммунистическую. Ну, вы называете вещи своими именами? А ладно, ну почему? Ну, ребятам интересно. Ну, потому что, понимаете, разные смыслы вкладывают слова. Вот одному скажешь коммунизм, и он начинает переживать. Вот, у меня заберут, там мой, я не знаю, что у него там есть, дачку заберут, шесть огород. Почему здесь коммунизм вообще? Там общественная собственность на средства и орудия производства идет. Понимаете? Но если не такие тонкости понимают, как бы, ребята, ну, конечно, должна быть общественная собственность, на народные недры. Нужно понять, все то, что сотворил не человек своими руками, ему принадлежать не может. Вот ты сотворил стол своими руками, он тебе принадлежит по праву. Это твое творение. А все, что сотворил Отец наш небесный, понимаешь, недра, там, нефть, газ, воду, земля, это все принадлежит всем, кому его творением. Коль мы так считаем. Она всем нам дана на общак. Вот вся страна наша на общак, и мы все должны на общак ее сохранять, оберегать, защищать, там, и развивать, и все остальное делать. Потому что она наша всех, как мама, как я не знаю, как общак-то. Это вот и есть такой подход, если по-простому. А все это уже остальное экономическое истины. Это и просто истины. Алан, нет, я понял, вас я говорю еще раз, это очень интересно. А вот о заводе и фабрике, про недра мы поняли, про землю мы поняли, про воду мы поняли, а вот заводы, фабрики, гидроэлектростанции, там, атомные электростанции, вы можете чуть расширить нам, чтобы... Где они были созданы, вот эти атомные электростанции, они были созданы советским народом, я же правильно понимаю? В современной России не создавалось атомные электростанции? Не. Ну так а чья-то собственность? Это должна быть коллектив. Советский же народ его создал. Наш народ, все, твой дедушка, мой, чей-то папа, чья-то мама, чья-то тетя. Это же общаковое все было. Они же строили нам, на общак, своим потомкам. Для чего они строили? Для чего они целину подымали, надрывались там? Для чего они этот бам строили? Для чего мои родители на севере жили? Этот норильский никель долбанный, понимаете, который здоровье у них забрал? Там работали. Потому что они считали, что они работают на наше будущее, на мое, на своих внуков, на наше все. А он потом бац и стал частным. Я это прекрасно помню. За 100 миллионов его приватизировали. Потанин там, его окружение. А он прибыли в неделю, наверное, столько давал, или в месяц. В тот момент. И он сейчас частная собственность. Каких делов? Знают они, сколько там людей погибло? Сколько там зэков положили? Несколько лет там просто людей привозили в навигацию? Он просто раскрылся на норильский никель, на маленьком примере. Вы поймете, кому он должен принадлежать. Привозили людей на баржах, высаживали, давали им стройматериал и уезжали. Приезжали, они умерли, но что-то построили. Потом следующие, последние, с третьего раза уже там стали как-то строить дальше. В таких тяжелых условиях, потому что заполярье, там, да, минус 50, минус 60 зимой бывает. И вот так, вот так, вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы строили страну. Все вместе, все надрывались. И потом кто-то взял это приватизировал, с каких делов? Даже Путин про них, как говорил, шустрые мальчики из 90-х присвоили. Вот о такой собственности идет речь. Не о машинах ваших частных, не о этих поликмахерских, там, или еще о чем-то. А вот это вот, недра, средства орудия производства, да, где станкостроение, крупное машиностроение, заводы вот эти крупные, которые основную инфраструктуру должны содержать и поддерживать. Армию вооружать, ВПК весь. Как ВПК может быть частный? Ну, как танк может быть частный? Как ЧВК Вагнер покупать танк у себя в стране? Или за деньги покупать солярку у себя в стране на войну с нашим врагом? Это же бред. Бред. Но так же происходит, происходит. Выбирают, сколько дешевле беспилотник. Беспилотник должен быть эффективный. А сколько он стоит, должно быть вообще по барабану. Нужен беспилотник, все. Самый эффективный, самый лучший. Какое можно вообще, в принципе, в природе сделать? И в это должно потратить столько, сколько надо. Человека часов. Потому что нужно экономику чесать в людях, а не в бабках. Сколько людей нужно сделать эту вещь, Последний вопрос, Алан, от Вагнарова. Ладно, но я последний задам, а дальше там уже. Значит, последний вопрос именно от Вагнарова. То есть, вас услышали, как бы, эти дискуссии давно идут, и никто не спорит. И при этом, и при этом, товарищи, дух Одина, никто не отрицает. Дух Одина, асы, валькирии, осетина не потому, что асы, потому что асы, осетины, понимаете, Ирия, ваша любимая земля, это вот Ирештон, у нас мы живем на земле Ирия. То есть, вся эта мифология, вся вот эта вот духовная составляющая, ее никто не отрицает, я просто хочу сказать. Понимаете, вот это вот богатство нашего народа. Это богатство, понимаете. Это вот, знаете, как я хочу пример, я привожу, ну вот там разные религии, культуры, языки, надо, чтобы все одинаково было, говорю, да нифига. Смысл, вот здесь симфонический оркестр, там в нем сидит 200 музыкантов, и каждый на разном инструменте, кто на скрипке, кто там на чем-то, на барабанах играет, кто там на виолончели, кто на фортепиано. А давайте мы сейчас всех этих инструментов заберем и посадим их всех, дадим им всем балалайки, понимаете, пусть все будут на балалайках. Что это будет? Это будет красиво, Вагнера не сыграешь, ни Бетховена, вопрос, как гармоничную музыку сделать с этого всего, понимаете, чтобы не противоречило, а единое произведение играло, то есть единую стратегию. И тогда красиво будет, и все будут завидовать. И в этом наше преимущество. Вот именно в этом, что у нас есть навык, как это делать, никто этого больше не знает. Потому что у них у всех этот фашизм вечно прет, понимаешь, мы элита, ты дурак. А все остальное уже дележки пошли. Кого в элиту, кого в дураки. А мы можем семью народов делать, симфонический оркестр собирать, из разных народов, которые, может, даже друга ненавидят, но вместе делают общее дело, общую победу. То есть можете на пальцах объяснить, потому что это батя предлагал, говорит, давайте этот череп снимайте. Видели там новую символику повесился. Потом, говорит, все, теперь еще и не Вагнер будем, а Сталин. Но у ребят, знаете, как-то вопрос, ну, бля, мы же Вагнер все-таки, при чем тут Сталин? Можете объяснить, каким образом красное знамя, которое вы говорите, и вот где наш череп, это будет-то в этом моменте? У этого красного знамени будут, как сказать, силовые составляющие, будет экономический блок, да, блок народное хозяйство, будет министерство культуры, будет министерство, там, не знаю, здравоохранения и все остальное. Вот в силовом блоке, как сказать, любые там, знаки отличия, все остальное. Но врачи же не обязаны носить черепа у себя, правильно? Или там, в министерстве, там, не знаю, культуры, зачем он носит черепа? У них своя символика будет. Есть общая государственная символика. Общая государственная символика отражает идею, куда идут все. И силовые, и бизнес, там, и труженики, и эти самые, и врачи, и учителя, куда мы все идем. Все вместе, дружно, что мы строим. И символика должна это отражать. А там внутри ваши какие-то, ну, пожалуйста. Я знаю, что грушники, они очень любят всю вот эту вот неоязыческую, языческую нашу тему, которую я тоже очень люблю. Ну, имеют полное право. То есть поддерживают, да, нашу символику, что найдется место в этом прекрасном знаме. Ну, вот это ребята хотят знать. Вот в этом оркестре, понимаете, в этом оркестре, почему музыканты? Почему это сразу зацепило, понимаешь? Потому что я вдруг понял, что кто-то понимает, что наше общество как симфонический оркестр. У кого-то образное мышление. Симфонический оркестр, музыканты, там есть скрипачи, вот они на скрипке, а вот те, которые там на фортепиано играют, они с черепом, а те, которые на скрипке играют, у них какой-то другой символ, дерево какое-нибудь, древо жизни выберут, еще что-нибудь. Но это их уже личные там дела. А общий, музыка должна общая звучать, гармоничная, красивая. Спасибо огромное. И последний вопрос, это от музыканта. Да что ж такое, а? Ну, последний, это же мне так и не дали забрать его, Алан. Просто, ну как бы мы пытались понять, где наш череп, и я думаю, ребята услышали, подумают, потому что, говорю, тут батя нас все переименовал, а теперь вот Алан говорит, что всему есть место, и черепу, и знамени нашему, и символики, никто ее не забирает, как бы, но надо общая идея, он же первый вопрос отвечал, идеология, и вокруг этой идеологии все эти музыканты сплачивать. Последний вопрос, сейчас группа в Африке, вы в курсе? Вот какой, да, ребята спрашивают, какой бы вот совет вы дали, с чего, вот знаете, как в алфавите, А, Б, В, Г, Д, вот с чего бы в Африке нам начать, вот в Африке? Смотря, какую цель вы хотите добиться в Африке? Чтобы что? Чтобы захватить Африку, или что там сделать? Не, Африку мы и так захватим, это без проблем, а вот нужно ли нам сейчас поднимать вот это коммунистическое красное знамя и на территории Африки, потому что, ну я насколько помню, Макса, Энгельса, вот вы ссылались, они говорили, не важно какая территория, главное... Они очень это любят, они это очень любят, но у вас должны быть люди, которые в этом разбираются, которые грамотно смогут местному населению донести, понимаете? Что красное знамя, это не гулаги, что красное знамя, это хорошо, это же доносить надо до них. Это без духоварной лесенат, нет. Вы тоже считаете, что не важно какая территория, что можно и в Африке это начать, да? Это национальная идея, она пошла везде, она пошла в Латинской Америке, а Куба это что такое? Это Латинская Америка, вся Латинская Америка, все левые движения. В Африке этот Лумумба там и прочее, мы же там очень активно участвовали в Африке, и они это все помнят, потому что даже в Афганистане говорят, советские солдаты когда были, они строили школы и дороги, понимаете, инфраструктуру строили им. А когда ушли, пришли американцы, американцы ничего не строили, потому что мы везде все воспринимаем как свою семью. Вот в чем была проблема наша? Мы же как семья, и мы думали расширяем семью, и все делаем как для семьи, строим школы, дороги, больницы, повышаем уровень образования, все остальное дело. Мы их в семью принимаем, а они нас за врагов считают, понимаете. А американцы никого в семью ни в какую не принимают, они изначально к ним относятся как к терпилам, как к колониям своим. Американцы из Афганистана вывозили, они мини-заводы строили, сразу начали вывозить. У меня... То есть, подожди, закончить этот вопрос. То есть, вы советуете, я же о совете спросил, построить республику Шкитна, которую вы ссылали себе на Феликса Ильмановича с Дзержинского, с образованием, спортом, идеологией в Африке. То есть, не важно, для своих детей. Конечно. Ну, там и африканцы теперь наши дети. Понятно, для своих... Вопрос ты должен понимать. Воспитывая таких детей, их надо так воспитать, чтобы эти дети потом против тебя играть не начали. Почему британские школы частные никого не берут? Именно из-за этого. Потому что никому не хотят давать доступ к своим знаниям, чтобы потом эти, кто там вырастут, но ими не являются. С ними потом на равных не играли. Понимаешь? То есть, грубо говоря, учить надо тех, в ком ты уверен на 100%. Лучше вообще не браться и учить только своих. В ком ты уверен. Музыканты услышали, снимают все вопросы. Алан Кабельчик, дальше вы. Вопрос от музыкантов. Какое развитие сценарий на Ближнем Востоке вы видите? Я объединю в несколько вопросов, потому что они созвучны. С вашей точки зрения, возможно ли ядерная война и кто первый нажмет кнопку, если такое будет? Про ядерную войну даже думать не хочется. Но они к этому делу все ведут. Понимаете? Вот глобальное переустройство мира. Война пошла за лидерство. Китай экономика растет, Индия экономика растет. То есть, бывшие страны третьего мира, они растут. Они бросают вызов гегемону, то есть, американцам. Советского Союза нет. Система раньше была уравновешенная. Было два блока. Советский блок и американский. Все находилось в равновесии. Мы окормляли свою часть мира, они окормляли свою. И все в балансе находилось, как качели. И когда они разрушили, решили стать неналичными хозяями, на себя взяли еще и бремя управления всем этим делом. Но это же не простое дело, а сложное, потому что менталитет другой. Где мы могли, они там, получается, не могут договариваться. И все остальное. Соответственно, должны быть разборки капитальные. И всегда был вопрос, где они будут. Изначально предлагался Афганистан для обмена тактическим ядерным оружием. Там горы, там эти испарения никуда не пойдут. Даже никому не угрождают. Основным игрокам. И там помериться, потому что помериться все хотят, понимаешь, своими этими ядерными головками. У кого они еще есть, у кого их еще нету, кто просто понты колотит, а у кто на самом деле есть, у кого какие средства доставки уже есть. Показать, кто на чем может. И все вот выбирают этот поле деятельности, где это будет происходить. Кого не жалко. Понимаешь? Кого не жалко. Потому что самые несчастные будут те, на чьей территории это будет происходить. Выяснение отношений ядерных держав. И каждый пытается этой истории соскочить. Но тут сейчас эти начали ее, потому что они духовно заряженные люди, понимаешь? Им на, как сказать, на вот такие вещи, про которые мы сейчас говорим, осторожность туда-сюда, там, ну, здравый смысл, вообще-то плевать. Потому что это фанатики. Они заряжены. Что Иран, что религиозные части еврейства. Хотя говорят, что типа они ничего не решают, но они все решают. И в финансовой сфере, торговля алмазами, и везде там парни в шляпах, понимаете, бродят. Религиозные евреи. По многим причинам. И, соответственно, они готовы идти в клинч. А в какой момент у них сорвет у кого? По идее, и у той, и у другой стороны есть ядерное оружие. Какая потом может пойти цепная реакция? Кто может восприять как угрозу? Китай, Пакистан там еще есть. Индия сама есть. Кто воспримет как угрозу? Американцы, например. Ну, кто-нибудь сейчас они подогнали авианосец. Молодцы, хорошо. А кто-то взял его и засадил его чем-нибудь. Ну, есть же средства доставки подводные, беспилотники, ракеты Гарпун там всякие вот разные. У китайцев, наверное, уже и у Ирана могут быть. У нас. Окажутся у Хазбаллы или у кого-то. Те влупят. Будут американцы разбираться или сразу ответят? Если они не ответят ничего, все, значит, они проглотили, уплыли и сидят в своем полушарии и больше не жужжат. Но тогда их экономика падает не на второе место, а на четвертое, на пятое, на какое-нибудь еще. И начинается внутриполитическая борьба, а потом гражданская война. Все остальное человечество. Но как только вы потеряли эту свою позицию, вы уже не босс, соответственно, вы не можете жить в хате босса, кушать как босс и там содержать такую же обслугу, как у босса. Все. И эта обслуга ваша начинает вам предъявы кидать. Слушай, а где там мои эти все ништяки? И начинается у них гражданская война, они понимают ставки эти. И поэтому они готовы развязать войну ядерную в Европе. Им не жалко. Совершенно не жалко. И они будут повышать ставки. Хоть кто-то пока будет делать попытки просто посягнуть. А посягнули на кого? На их главного вассала. Потому что сейчас по Израилю дадут заднюю, значит, это Америка дала заднюю. Они же за нее впряглись, это же их не главный союзник. Они не могут его сдать. Никак. Там слишком плотные связи. Слишком сильно еврейское сообщество завязано на Израиля, а Израиль на еврейское сообщество, МИ-6 на ЦРУ и кто там, чей агент, иди пойди разберись. Но они их не сдадут. И мусульмане тоже не сдадут, потому что у них в пророчестве написано нельзя допустить приход Машаха. Как бы там ни говорили, что он будет хороший человек и все будут танцевать, тогда потом будут танцевать. А до этого будут вот сражаться. Понимаете? Ставки все поднимают. Американцы готовы к ягодному дне, но в нашем полушарии. А мы готовы или нет? Следующий вопрос. Развитие на Украине. Способно ли... Два вопроса. Способны ли Соединенные Штаты Америки ввести поставки в две стороны? Ну, я так понимаю, сейчас они уже сами вступают в войну. То есть поставки... Как скажутся поставки в Израиль на поставки в Украине? Я думаю, особо они там никак не скажутся. Тут, понимаете, они же прямо пропорциональны. Отсутствие поставок и в нашей стороне. Больше всего же Вагнер говорил, что нет боеприпасов. Вы пока у нас особо, ну, я не знаю, восстановили, не восстановили. Может, это государственная тайна. Ну, вот пока вот так вот. Там всем выгодна позиционная война. Позиционная война решает какие вопросы? Перемалывание личного состава. Вот смысл позиционной войны. Никуда фронт не двигается, просто гибнут пассионарные мужчины с обоих сторон. Для чего это нужно бывает? Это нужно бывает, когда кто-то замутит, хочет какие-то крупные социальные процессы внутри той страны, где это происходит. Тут, например, на Украине. Там перемалывают пассионарных этих мужиков, всех, которые бы, потенциально бы, начали бы возмущаться бы, если на территории Украины начнут там формировать какую-то новую хазарию. И все, кто потенциально может этому противодействовать, сейчас они вот там в окопах и поляжут. А территория освободится. Опять же, женщины остаются, понимаете, одинокие. Это же все же так, социоинженеринг так работает. Мужчины погибли. Сколько там сот тысяч? А сот тысяч женщин-то осталось? Куда их девать? Надо на ком-то их замуж за кого-то выдавать, детей рожать туда-сюда. Вот и для этого мигрантов и привезут. Так работает социоинженеринг, понимаете? Поэтому, когда убивают мужчин, всегда имеют в виду, что для его женщины уже нашли там, как сказать, подходящую пару. Эту функцию будут выполнять эти молодые мигранты. С каких регионов? Ну вот с каких-то, не знаю. Понятно с каких. С Ближнего Востока. Понимаете, это и обидно. Это мы сами делаем на своей земле. Зачем это украинцам надо было? Я чрезвычайно люблю Украину. Ну вот смотришь на это все. Хотели избавляться от москалей, а в конце концов избавиться от самих себя. Выстрелят сами себе в ногу. Вместо того, что вместе с нами строится не народов. Все очень просто. Ввести общество в состояние измененного сознания и делать с ним что хочешь. Конечно. И поэтому я всегда призывал и призываю украинцев взяться за голову и вместе с нами хотя бы этому делу противостоять. Потому что, если до этого это все выглядело как конспирология каких-то сумасшедших блогеров, но сейчас же вы это видите своими глазами. Вы же все это видите. Что все это уже реализовывается. Сейчас почнется пожар на Ближнем Востоке. Куда? Вот сейчас проблема, куда девать с газы 2 миллиона беженцев? Там 2,5. Куда их девать? Египет не хочет их принимать. Потому что они братья-мусульмане. Братья-мусульмане мы еле разобрались, там убили, расстреляли, их подавили в Египте в самом. Теперь Хамас это братья-мусульмане. Куда их впустить 2 миллиона на территорию Египта? Они его перевернут кверх ногами. Они их не пускают. А куда их девать? Вот сейчас думают, наверное, Карабах куда-нибудь. А куда? В России. Куда их девать? Украина. Куда их девать, этих людей? Либо их всех убить. А это же вообще, ну что это такое начнется в мировом сообществе? А деть-то их куда-то надо? Израиль их может вообще там, потому что они находятся у него в тылу. Для того, чтобы наступать на Иерусалим, в тылу остаются вот газы. Как с ним вопрос решили? Сейчас опять провокацию, опять какое-нибудь нападение будет неожиданно, еще чего-нибудь. И понеслась. Друзья, я вынужден. Три часа практически пролетели. Мне кажется, мое субъективное мнение, что конференция была успешной. Спикер чрезвычайно интересный. Я надеюсь на то, что мы будем приглашать его на разные каналы. Знания, которыми обладает Алан, вот это видение, мне кажется интересным. Алан, вам заключительное слово и будем заканчивать конференцию. Пожалуйста. Всем большое спасибо, что вот три часа тут меня терпели, мои какие-то вот сентенции слушали. Огромная благодарность каждому. Благодарность каждому, кто-то еще будет слушать. Слава Богу, современные технологии нам дают возможность общаться. У нас есть то, чего не было у наших предков. Возможность коммуницировать, понимаете, возможность договариваться, обмениваться знанием, обмениваться опытом. Давайте использовать интернет для того, чтобы там ролики с голыми девочками или мальчиками смотреть или еще какую-нибудь чепуху. А для того, чтобы делать себя умнее каждый день и делать себя лучше. Нам на примере интернета показал, как человек может облести коллективный человеческий разум. Потому что компьютеры нам показали предметы, искусственный интеллект у них, коллективное сознание, понимаете. Вот мы такие уже должны дать человеческое, коллективный разум и совместно достроить тот проект, который начали наши предки. Но сейчас технологии появились, друзья мои. Ну, вы представьте, технологии, электронные деньги, интернет, все вот эти вот цифровые возможности у Сталина, у большевиков, у первых. Ну, вы представляете, что бы они сотворили бы? У них бы не было проблем никаких ни с планированием, ни с контролем, потому что социализм это контроль и учет. В каждом заводе камеру можно поставить и все контролировать насквозь. Чего не могли тогда сделать. И был саботаж, и всякие там такие вещи нехорошие, понимаете. Потому что социализм контроль и учет. Электронные деньги, контролируешь каждую транзакцию. Коррупция невозможна в такой системе, понимаете. Закрытый контур делаешь, электронные бабки, все, ничего ты не украдешь. Любой человек видит любую транзакцию в биткоинах. Все, понимаете. То есть, коррупция в этой системе нет. Как так, такой, какая она была. То есть, технологии позволяют. Нужна только воля. Воля людей и воля правящей риты, по крайней мере, той части, которая хочет жить на этой земле. Которая не рассуждаешь с точки зрения, что где жопа в тепле, там и Родина. А кто считает эту землю Родиной. И тогда народ и партия единая и мы любые задачи решим. Я вас уверяю, сто процентов. Вообще не сомневаюсь в этом. И отдельный привет, конечно, вагнерам, товарищи музыканты. Там очень много у меня друзей, однополчан бывших. Кто жив, кто не жив. Кто жив и меня слышит, отзовитесь, напишите-ка, пожалуйста. Потому что пропали. Там вот греки мои друзья в Африке были и что-то вот не слышно, их не видно уже давно. Переживаю за вас. Так что давайте появляйтесь, пацаны. Всем удачи. Главное, чтобы вы парни были живые в Африке, везде, где угодно. Вы нужны родине своей. Потому что, если вы не будете живые, и ваше место займут другие люди. А хотите ли вы, чтобы это место заняли другие люди или нет? Это вы уже себе вопрос задаете. Спасибо большое. Напоследок, как после эскуссии, все-таки кабельчик разрешим. Китай. Основной вопрос. Хочем или не хочем, приходит оглядываться нам. И вагнерам тоже. Вопрос будет прям прямой. Китай. Коммунисты или ряженые? Они в ядре своем коммунисты, конечно. Они поняли, что это схема рабочая. И они ее будут использовать. Она им помогает управлять миллиард 200 миллионов населением. Понимаете? Они создали вот для своего населения именно эту систему на этих всех заветах товарища Сталина. Они создали систему, где там электронные эти все деньги, все контролируются. Социализм контроль и учет создали. Почему у них расстрелы за наркотики и за коррупцию? Потому что две вещи погубили китайскую империю. Наркотики и коррупция. Британцы всегда заходят двумя вещами. Они коррумпируют элиту и сажают их детей на наркотики. Это технология. И начиная с опиумных войн, они уничтожили Китай. Одна треть умерла от наркотиков, от черняшки. Тогда в то время от героина, от черняшки умерла. И у них поэтому колоссальный запрет на наркотики и на коррупцию. Расстрелы сразу. Соответственно, этот опыт тоже нужно перенимать. И они просто ждут, когда мы поднимем Красное Знамя, вернем товарища Сталину. Но по-настоящему, искренне, не просто на словах. И захотим строить опять семью народов. Потому что он в них, Сталин, заложил это все. Понимаете? Он создал центральный банк Китая. И он знал, говорит, что они после меня все тут сольют на территории Советского Союза. И там закладку оставил. Он там нам оставил закладку на будущее. В Китае. И мы ее еще увидим. Но они все ждут, когда придут те люди, которые считаются наследниками дела Сталина. Они наследниками дела Горбачева и Ельцина. Они этого ждут. Сами поверьте. Потому что они понимают, что мы должны принести им новую идею. Потому что мы им должны дать новые смыслы. Так же, как им Сталин дал. Вы понимаете? Он создал эту цивилизацию современную, вот эту китайскую. Он дал им идею, благодаря которой они стали уже второй экономикой мира. Опираясь на эту идею. Дав людям те возможности, которые он тут планировал. Тут же тоже кооперативы же были. Артели были. Это же частная собственность была при Сталине. Вот они то же самое там и сделали. То есть они алгоритмы те же висели. Двухконтурная модель экономики. Это же тоже Сталинская система. У нас же тоже при Союзе был наличный-безналичный расчет. Только сейчас это все в электронных бабках там. Жесткое обращение с коррупцией, с предателями, со всеми. Это Сталинская система там, но в рабочем виде. Когда элита не предала. А отличие их элиты от нашей в том, что китаец, для него Поднебесная это святая земля. Вот как для евреи Иерусалим. Вот у них это понятие святая земля. Вот они везде в гостях в мире. Они никогда не скажут «Держи по телепетам и родинам». Они вот фанаты своей вот земли. Они поэтому называют Поднебесная. Вот есть небо, под ним Китай, под Китаем все остальные. Метафизически они так считают. И поэтому они не продают так. А те, кто продают, пытаются, тех вот расстреливают. А наши так быстро и все, и дружно и продали. И никому даже этот Советский Союз не был защит в 91-м году. Все разбежались. Партия, КГБ, армия, все. Кроме каких-то там непонятных типов. Янаева и прочего с трясущимися руками. То есть он оказался не нужен никому, включая народ. Советский Союз. Это как? Ваша общая, ваш общак вы просто взяли и отдали. В 93-м году уже жирная точка в этом деле была. Теперь надо все разворачивать. И тогда они поддержат. И они поддержат, и корейцы поддержат. А вот этого очень сильно все боятся, понимаете? Потому что тогда мы получим опору в материально-техническом плане, которую Сталин там оставил, заложил в этот центральный банк. Наши с вами, я думаю, ресурсы тоже какие-то советские. Друзья, разрешите закрыть конференцию. Алан, не забудь отключить микрофон, выйти из Дискорда. Я очень благодарю всех участников, благодарю Алана за то, что принял наше предложение. Предложение ребят, я всего лишь кабельщик. Я всего лишь навожу коммуникации. И слава Богу, я все еще вольный кабельщик. Всем доброй ночи. Мира в душе и в голове. Я пошел проводить следующую конференцию. Друзья, мне тоже было очень интересно. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.